привет ну что ж я приветствовать тебя на старте нашей пятидневки очень круто что ты здесь очень круто что ты принял решение сюда пойти я тебя с этим поздравляю и могу сказать что ты кайфанешь точно на этой программе но могу сказать точно что тебе будет непросто будут задания которые выполнять нужно обязательно и это будет не так уж то прям и легко тебе придется потрудиться но тебе точно это понравится значит так если ты смотришь сейчас это видео это означает что ты уже получил доступ к платформе сроками и впереди тебя ждет еще 20 видео уроков за сегодня желательно чтобы ты все это просмотрел все 20 видео уроков посмотри чем быстрее ты это сделаешь тем лучше задания которые есть к видео урокам выполнять не обязательно они лично для тебя задания которые я буду давать закрытой группе выполнять обязательно за невыполнение задания закрытой группе я буду исключать исключать из обучения будь внимателен значит первое задание будет немножечко такое пробное дедлайн будет быстрый и тебе придется сразу въехать в тему и выполнить его обязательно начиная со второго задания я буду платить тебе деньги которые обещал по 500 рублей за каждый тендер если он подходит по всем критериям плюс если мы в нем участвуем выигрываем ты получаешь еще 20 процентов сверху это очень круто я считаю что это очень сильное подспорье для тебя моя задача за эти пять дней чтобы ты научился искать тендер искать поставщика считать рентабельно и начинать ее правильно оформлять все это в необходимую таблицу и присылать нам на проверку вот это главная задача на эти пять дней поэтому устраивайся поудобнее смотри прямо сейчас видео обязательно заходи в группу и подписывайся на нее обязательно добавляйся в чат в группе есть важный пост который нужно прочитать со всеми правилами и всем 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 что тебя все дорогой друг давай переходи к урокам привет это наш первый урок первое видео курс стандаризация первый наш урок будет на тему в общем что такое госзакупки возможно ты уже знаешь но давай еще раз повторим что это такое как они работают и как здесь зарабатываются деньги значит смотри есть наше государство у него есть бюджет это огромное количество денег очень много есть огромное количество бюджетных организаций администрации пенсионные фонды медицинские учреждения больницы детские сады росгвардии силовые структуры в общем много 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 учреждений весь этот бюджет берется и делится на все эти госучреждения госучреждения каждый год утверждает план закупок то есть сколько денег им нужно на год то есть они говорят ну допустим да у нас в этом году будет 100 закупок нам примерно нужно нужно на это на все 200 миллионов рублей и подают этот план в министерство финансов министерство финансов этот план принимает и через какое-то время либо утверждает либо не утверждает либо там отправляют им направки на еще что-то происходит после того как план бюджетный план этой организации утвердили он им спускается согласно этого плана они делают план график план график это такой план который более подробный в котором прописано по пунктам что и когда заказчик и внимание на какую сумму примерно заказчик закупит то есть заказчик уже в начале года знает куда за весь год потратится весь его бюджет и очень важно чтобы он действительно весь потратился потому что если заказчик к концу года не потратить эти деньги какие-то деньги не освоит то на следующий год ему дадут денег меньше поэтому ни один заказчик не хочет сэкономить ни один заказчик не хочет не потратить тех денег которые ему дали поэтому наша с вами задача помочь ему эти деньги потратить помочь ему освоить этот самый бюджет ну так вот что происходит дальше утвердили им план утвердили им план график дальше они начинают согласно плана графика формировать закупки они формируют эту закупку составляют документацию прописывают техническое задание и каждую закупку выкладывают на сайт сайт закупки . gov.ru мы с тобой еще потом о нем подробнее поговорим на этом сайте выкладывают закупки все заказчики все заказчики в рамках 44 федерального закона и 223 федерального закона публикуют все свои закупки значит когда заказчик опубликовал закупку у нее есть определенные сроки сроки когда можно подавать заявку сроки когда подача заявки кончается сроки когда определяется победитель ну и сроки когда товар должен быть поставлен да то есть когда вся эта закупка должна быть исполнена соответственно вот это весь срок прохождения тендера в эти сроки мы с вами когда ищем тендера на сайте должны укладываться ну это понятно и очевидно то есть заказчик получил план сформировал закупки все эти закупки выложил на сайте закупки гов мы с вами находим эти закупки смотрим что мы можем поставить проходим ли мы по срокам проходим ли мы по техническому заданию успеваем ли мы все это сделать и сделать так как нужно заказчику если мы все это сделать успеваем и если по деньгам у нас получается прибыльно и маржинально а для того чтобы понять прибыльно это и маржинально нужно совершать анализ тендера об этом мы тоже с вами поговорим итак мы находим эти закупки которые выкладывают заказчики мы определяемся сможем ли мы исполнить эту закупку так чтобы и заказчику сделать все что он хочет и себе прибыль заработать если мы это понимаем то мы в этой закупке участвуем мы я пропущу этап конкуренции понятно да что вы участвуете в этой закупке не одни поэтому там первую не выиграли вторую не выиграли третью выиграли все хорошо далее вы подписываете с заказчиком контракт вы далее после этого своими силами до на либо свои средства либо заемные средства либо инвестиционные средства либо там берете товар со строчкой платежа как угодно ключевая фраза своими силами своими силами исполняете те обязательства по контракту которую вы обязались хотели исполнить то намеревались исполнить вы их исполняете после этого заказчик у вас это дело принимает подписывает вам акт приемки там товарные накладные берет у вас счета и оплачивает вам деньги. Эти деньги приходят вам на расчетный счет. Вот в общем, я надеюсь, понятно, да, вот эта система, как она работает. Давайте разберем какой-нибудь пример. Допустим, вы живете в городе Челябинске. В городе Челябинске есть какая-нибудь спортивная школа, которая находится, да, которая находится под юрисдикцией государства и работает на деньги государства, на нее выделяются деньги из госбюджета. Вот, допустим, эта Челябинская спортивная школа решила закупить, ну, давайте там, я не знаю, допустим, 40 пар каких-нибудь новых лыж с новыми палками. Они выделили на это полтора миллиона бюджета, указали конкретно, какие им нужны палки, конкретно, какие им нужны лыжи, указали, в какие сроки им это нужно и указали, что они готовы заплатить за это полтора миллиона. И выложили вот всю эту информацию более подробно, конкретно описано на сайте. Вы научились, все, нашли этот тендер, смотрите так, ага, значит, этому заказчику в городе Челябинске нужны лыжные лыжи, лыжные палки, они готовы за них заплатить полтора миллиона, нужно поставить их там в течение 30 дней. Хорошо, вы открываете интернет и начинаете искать, где вам найти и купить эти лыжные палки. То есть здесь вы должны понять, что заказчик не может найти организацию, которая занимается лыжами и позвонить, сказать, здрасте, нам нужны лыжи, да, вот у нас есть полтора мульта, давайте-ка вы нам эти лыжи привезете, а мы вам полтора мульта отвалим, а потом из них там 40 процентов поделим. Так было всегда раньше, когда не существовало 44 федерального закона. Сейчас заказчик делать так не может, сейчас должно быть все в рамках закона. Заказчик должен создавать абсолютно честную, прозрачную, конкурентную процедуру, на которую может зайти и поучаствовать любой из нас. То есть любой, тот, кто вчера открыл ИП, тот, кто работает 6 лет с лыжами, тот, кто нашел лыжи в Китае и вот они у него там, он их готов сейчас привезти. То есть абсолютно любой в рамках чистой и прозрачной конкуренции может поучаствовать в этой процедуре. То есть вы нашли, нашли, где купить эти лыжи дешевле. Допустим, вы нашли, где можно купить эти лыжи за 900 тысяч рублей. Цифры сейчас называю реальные, таких закупок очень много, поэтому вот действительно реальный пример. Вы нашли, да, лыжи за 900 тысяч рублей, посчитали, сравнили с техническими характеристиками, все сходится, отлично. Дальше вы составили заявку и подали ее на этот тендер. Таких заявок подалось еще, допустим, 5. Заказчик в определенный момент, в определенный день открывает ваши заявки и смотрит, так, такая-то компания, такие-то лыжи, такая-то цена. Открывает все заявки и сравнивает, кто предложил какую цену и у всех ли соответствуют лыжи тому техническому заданию, которое они у себя прописали. Побеждает из вас тот, кто предложил минимальную цену и его заявка соответствует всем техническим характеристикам, которые прописал заказчик. С этого момента заказчик публикует протокол о том, что вы являетесь победителем. Допустим, вернемся немножечко назад, когда вы подавали заявку, вы понимали, что, наверное, вы такой не один умный, да, и что еще кто-нибудь тоже решит поучаствовать в тендере на эти лыжи. И, понимая это, вы поставили цену, ну, допустим, в миллион двести, да, вы решили опуститься на триста тысяч рублей. То есть заказчик был готов заплатить полтора миллиона, вы решаете, то есть у вас себестоимость 900 тысяч рублей со всеми расходами, и вы понимаете, что будет еще конкуренция, ставите цену в миллион триста. Когда вскрывают конверты, заказчик открывает, ваша цена миллион триста, вашего конкурента миллион триста пятьдесят, еще там кто-нибудь миллион триста двадцать, еще кто-нибудь миллион четыреста. У вас минимальная цена, технические характеристики соответствуют, вы победили. Отлично. Дальше вы подписываете контракт, закупаете эти лыжи, отвозите их заказчику, подписываете товарные накладные и ждете денег, когда вы, и ждете, когда получите денег на свой расчетный счет. Соответственно, примерно через одну-две недели вы получаете эти деньги. Если вы сумму денег на лыж занимали, либо там работали с инвестором, вы, например, отдаете миллион рублей и двести тысяч у вас остается. Даже не двести, сколько я сказал, триста, да? Даже если, то есть вы занимали девятьсот, да, отдаете миллион и у вас триста тысяч остается сверху. Вот, в принципе, такая простая математика, это как, в общем, работают госзакупки. Надеюсь, здесь понятно. Переходим ко второму уроку. Привет! Я рад тебя приветствовать на втором уроке. Давай разберемся сегодня, чем регламентируются государственные закупки, ну и негосударственные. Поехали! Значит, смотри, есть три вида тендеров. Государственные закупки, полугосударственные закупки и коммерческие закупки. Государственные закупки – это когда все деньги идут полностью из государственного бюджета. То есть, организации, которые полностью обеспечиваются деньгами государства. Ниоткуда более денег там нет. И вот эти закупки регламентируются 44-м федеральным законом. То есть, запоминай, 44-й федеральный закон – это полностью государственные закупки. Есть полугосударственные закупки – это когда компания на 50% принадлежит государству, а на 50% частные. Например, такие компании, как РЖД, Аэрофлот, Росатом, Газпром, ну и так далее. Ты сам все эти компании знаешь. Эти крупные компании, они рекламентируются 223-м федеральным законом. В чем разница? Смотри, эти компании имеют право на частную коммерческую предпринимательскую деятельность. И они, помимо госбюджета, также зарабатывают деньги. Поэтому оплата по контрактам, по выигранным тендерам идет наполовину от государства и наполовину из их собственных заработанных денег. Поэтому в 223-м федеральном законе могут фигурировать такие условия в тендере, которые, ну, скажем так, ни один начинающий поставщик не сможет исполнить. То есть, они могут очень ярко, очень выраженно заточить тендер под своего поставщика, и никто с этим ничего не сможет сделать. Поэтому 223-й федеральный закон и полугосударственные тендеры для новичков – это очень сложно для старта. К примеру, мы сейчас на 80%, даже, наверное, на 85% работаем по 44-му федеральному закону и на 15% по 223-му. И то только когда появляются какие-то интересные предложения, когда к нам приходят сами заказчики и хотят, чтобы мы исполнили у них тендер. Ну, потому что 223-й уж очень он, скажем так, изворотливый. Даже если вы возьмете в напечатанном виде 44-й федеральный закон, он будет примерно вот такой, и 223-й федеральный закон – просто тонюсенькая брошюрка по сравнению с ним. Это два основных наших закона. Есть еще коммерческие закупки – это когда полностью коммерческие организации, крупные, да, организуют у себя тендеры, проводят на закупку как, ну, чего-либо. То есть, компания, например, Coca-Cola, например, там, Look Oil, ну, и так далее. То есть, полностью коммерческие компании проводят тендеры. Да, в них тоже можно участвовать, но компания, проводящая закупку, может указывать любые условия, которые она хочет. Поэтому не факт, что вы там сможете победить. Но здесь есть еще одно важное отличие. В госзакупках критериями победы являются два пункта. Это низкая цена и это соответствие документации. В коммерческих тендерах низкая цена не всегда является критерием победы. В коммерческих тендерах качество товара, качество оказываемой услуги, сервис и так далее, там вот это тоже может действительно играть роль, которая, то есть, это может быть важным для победы. В госзакупках нет. В госзакупках вы можете поставлять полнейший отстой, он будет стоить дешево, но он будет соответствовать техническому заданию. Пожалуйста, вы можете выигрывать тендеры. Это то, чем регламентируются, регулируются государственные закупки. Это то, как они работают. Если мы будем сравнивать еще 44 и 223, то здесь обязательно нужно сказать, что по 223 сейчас общий объем денег, объем бюджета гораздо больше, чем по 44. Несмотря на то, что 44 растет в плане бюджета сейчас. Несмотря на то, что большое количество закупок из 223 переводится в 44, все равно пока 223 по бюджету 44 обгоняет. Ну, в общем-то, здесь, наверное, все. Здесь, наверное, все. Мы с вами работаем по 44. Отличия я рассказал. Увидимся в следующем уроке. В этом видео мы с тобой разберем основные способы закупок, то есть как государственные заказчики, бюджетные учреждения могут закупать те или иные товары и услуги. Какие у них есть для этого способы. И вторая тема этого урока – это основные понятия, аббревиатуры и важные смысловые моменты, без которых, в принципе, мы не можем работать с заказом. Итак, давай я перейду, наверное, на презентацию. И вот на этом слайде ты уже можешь видеть основные способы закупок. То есть вообще все закупки по своему смыслу делятся на два вида. Это конкурентные способы закупки и неконкурентные способы закупки. Неконкурентные способы закупки по-другому – это когда заказчик напрямую покупает у того, у кого он хочет. Закупка у единственного поставщика. Данные закупки могут проводиться до 600 тысяч рублей в некоторых отдельных случаях, до 100 тысяч рублей, в принципе, во многих разных случаях, в некоторых случаях до 400 тысяч рублей. То есть есть определенные перечни, в которых прописано, в каких видах деятельности, лекарства, нелекарства, промышленные, непромышленные, то есть прям прописано в 44-м федеральном законе, какие виды деятельности могут закупаться, в каком объеме у единственного поставщика. То есть много закупок у единственного поставщика заказчик делать не может. То есть у него есть определенный объем, если не изменять память, то это 10% от совокупного объема, который выделен заказчику на год. Он может закупать как закупки у единственного поставщика. Для удобства формирования и вообще использования закупок у единственного поставщика сделали электронные магазины. Эти закупки, их по-другому назвали малые закупки, и для них используется единый агрегатор торговли «Березка», который используется многими заказчиками по всей России, есть портал поставщиков города Москвы и Московской области, который тоже уже довольно-таки распространен. Помимо этого, есть электронные магазины, электронные площадки для малых закупок практически в каждом крупном регионе нашей страны, можно туда зайти, можно их найти и поучаствовать в них, как стать единственным поставщиком для заказчика. То есть, заказчик там выкладывает, что ему конкретно нужно, и вы участвуете как единственный поставщик. Это не конкурентные закупки, когда вас может выбрать заказчик, и вы станете его единственным поставщиком. Это будет у вас нечасто, довольно редко. В большинстве случаев все мы участвуем в конкурентных способах закупок. Всего конкурентных способов закупок довольно много. Есть конкурсы, открытые и закрытые, есть аукцион, аукцион в электронной форме, запрос предложений, закрытые способы закупки. Ну, то есть, их в принципе довольно много. Сейчас все ведется к тому, чтобы свести все закупки всего к трем способам, и это было бы здорово. На данный момент пока их очень много. И в принципе, знать вам все тонкости и нюансы всех абсолютно способов закупок, я считаю, что непринципиально. Есть два основных способа закупки, по которым вы в 99% случаев будете участвовать. Это аукцион в электронной форме и запрос котировок в электронной форме. Есть еще конкурсы запроса предложений, их не так много, но в них на перспективу, на будущее когда-то вы тоже будете участвовать. Аукцион в электронной форме и запрос котировок – это, наверное, 99% всех тендеров, которые выкладывают на данный момент, это конкурентные способы закупки. Критерий победы в этих способах закупки – это минимальная цена и соответствие всех документов. То есть в этих способах закупки все довольно просто. Вы соглашаетесь со всей аукционной документацией или котировочной документацией, когда подаете заявку, предлагаете свою цену. Если ваша цена минимальна и все документы ваши соответствуют, то, соответственно, вы победитель этой закупки и заключаете контракт. Более подробно каждый из этих способов закупки, как аукцион в электронной форме и электронный запрос котировок, я разберу дальше. То есть сейчас моя задача была вам объяснить, какими способами заказчики могут закупать. И вам нужно сейчас из этого видео вычленить соль. Соль, что два основных способа закупки, с которыми вы будете работать. Это аукцион в электронной форме и электронный запрос котировок. Итак, переходим дальше ко второй теме этого видео. Это у нас, сейчас секундочку, способы закупки. Так, сейчас секундочку я найду, где у нас этот слайд. Так, 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 так. Вот он. Не способы закупки, а нужные и необходимые термины. Вот их здесь раз, два, три, четыре, пять терминов, которые вы обязательно должны знать. Первый термин это НМЦК. Здесь даже нечего объяснять, это просто аббревиатура начальная максимальная цена контракта. Эта аббревиатура используется абсолютно в любом тендере, абсолютно всегда заказчик, выкладывая закупку, устанавливает начальную максимальную цену, выше которой вы прыгнуть не можете, и это та цена, за которую заказчик готов те или иные товары, работы или услуги оплатить. Эту аббревиатуру вам просто нужно запомнить и понимать, что она означает. Начальная максимальная цена контракта. Дальше, следующее, обеспечение заявки. Что это такое? Есть тендеры, в которых устанавливается обеспечение заявки. Это некая страховка для заказчика, что если вы выиграете ту или иную закупку, вы точно подпишете контракт. В чем суть? Смотрите, когда вы подаете заявку на электронной площадке, у каждой заявки есть определенный срок на подачу. Когда этот срок заканчивается, у вас будет списана определенная сумма денег. Это как раз 1% от НМЦК. То есть, допустим, если это закупка на 1 миллион рублей, то у нас получается 1% это 10 тысяч рублей. То есть, в этой закупке, в аукционной документации изначально должно было быть обозначено, что в этом тендере есть обеспечение заявки в 1%. То есть, для вас это означает, что вы понимаете, что у вас должен быть открыт спецсчет. Спецсчет – это банковский счет, который можно открыть в 21 банке, который интегрируется со всеми электронными площадками. И как только срок окончания подачи заявки истекает, у вас на этом спецсчете блокируются эти 10 тысяч рублей. Как только прошел электронный аукцион и электронный запрос котировок, и уже все понятно, кто выиграл, кто проиграл. Если вы проиграли, то эта сумма разблокируется у вас там же на спецсчете. Если вы выиграли, то она разблокируется после того, как вы подпишете контракт. Как только вы контракт подписали, на спецсчете сумма эта разблокируется. Если вы выиграли, но контракт не подписываете, то данная сумма у вас не разблокируется и вам не вернется. Вас признают уклонистом от заключения контракта, документы будут направлены в ФАС для внесения вас в реестр недобросовестных поставщиков, а данная сумма пойдет заказчику как некая сумма денег, которая позволяет им чувствовать себя безопасным. Если они проделали работу, выкладывание этой закупки, формирование ее, проведение электронного аукциона, проведение итогов, что вы будете добросовестным и доведете дело до конца. Некая такая страховка. Итак, это обеспечение заявки. Теперь дальше. Обеспечение контракта. Обеспечение контракта это вторая страховка, более крупная, более серьезная, которая идет после обеспечения заявки. Что это означает? Все то же самое. Изначально заказчик, выкладывая закупку, он формирует и пишет аукционную документацию и в ней указывает, что есть и обеспечение заявки, и, например, обеспечение контракта. Когда вы выиграли, допустим, электронный аукцион, в этом электронном аукционе было обеспечение контракта, вы должны сумму, которая указана, внести на счет заказчика либо деньгами, либо документом. Это как раз банковская гарантия, я расскажу об этом дальше, когда мы до этого дойдем. Значит, что получается? Вы выиграли тендер, опубликовали протокол о том, что вы являетесь победителем. До момента заключения контракта вы должны сумму, которая указана, а это от 5 до 30% от цены контракта, за которую вы выиграли тендер, внести на счет заказчика. И при подписании контракта приложить платежку о том, что вы оплатили эту сумму. Если при подписании контракта, при включенном в этот тендер обеспечении контракта, вы не внесете его, вы также будете признаны уклонистом от заключения контракта. Далее, что происходит с этими деньгами? Когда вы исполнили контракт, исполнили его успешно, закрыли, получили все закрывающие документы, эти деньги вернутся вам на расчетный счет вместе с оплатой денег по контракту. Как правило, по-моему, это сейчас у нас в течение 15 рабочих дней. Если вы контракт подписали, но не исполняете его, то эта сумма вам не возвращается. То есть, это такая же некая страховка для заказчика. Далее, смотрите, следующий термин – это гарантийные обязательства. Это термин, который у нас пришел к нам в 2019 году. Что это означает? Это означает, что у товаров, у работ есть гарантийные обязательства. То есть, как, в принципе, вы в магазин идете, покупаете технику, на нее есть гарантия. Также и у вас с заказчиком, если вы что-то для него поставляете, исполняете, выполняете, у вас есть определенные гарантийные обязательства. То есть, когда вы, например, привезли товар, для того, чтобы вам все закрыли и подписали закрывающие документы, вы должны внести не более 10%. То есть, сумма также указывается изначально в аукционной документации, какая сумма гарантийных обязательств. То есть, эту сумму вы также вносите на счет заказчику, и эта сумма лежит у него в течение срока действия гарантийных обязательств. Для него эта страховка от того, что если что-то с товаром случится, например, и вы решите свои гарантийные обязательства не исполнять, то он сможет эту сумму взять и потратить на ремонт, например, того или иного товара. Если в течение всего этого срока с товаром ничего не случилось, вам эти деньги возвращаются. Если что-то случилось, и вы все добросовестно исполнили, вам эти деньги возвращаются. То есть, в принципе, это три системы страховки на всех этапах, когда мы участвуем в госзаказе. То есть, они все работают, в принципе, одинаково. Денежные средства вносятся, блокируются. Когда все исполнено, они разблокируются, либо вам возвращаются. Но есть у нас пятый термин в этом списке, который позволяет не морозить свои собственные денежные средства, а морозить денежные средства банка. И это некая банковская гарантия. Когда вы идете к банку и говорите, мне нужна банковская гарантия, либо на обеспечение заявки, либо на обеспечение контракта, либо на гарантийные обязательства, вас банк спрашивает всю необходимую документацию о вашей фирме, о вашем контракте, о сроке, на который вам нужна эта банковская гарантия, о сумме. Все-все-все вот эти вот моменты учитываются. Банк вам либо согласовывает, либо отказывает, выдавая вам некий документ. Вы за него платите 2, 3, 5, 10, 15 тысяч рублей, сколько вам говорит банк. И этот документ вы уже прикрепляете либо к обеспечению заявки, либо к подписанию контракта, либо в виде гарантийных обязательств. То есть банк за вас впрягается, что если вы что-то там делаете не так, то банк эту сумму необходимую выплатит заказчику, а потом возместит ее с вас. То есть это, в принципе, возможность не закидывать свои собственные деньги и не замораживать их довольно удобно. То есть при обеспечении контракта и при гарантийных обязательствах я считаю, что пользоваться банковской гарантией это круто и это нужно. При обеспечении заявки, на мой взгляд, лучше просто кинуть на спецсчет 100 тысяч рублей и пусть они у вас блокируются, разблокируются, блокируются, разблокируются, чтобы у вас не списывались деньги за каждую банковскую гарантию, когда вы участвуете в каком-либо тендере. Итак, ребят, на этом уроке у меня все. Итак, в этом уроке я хочу разобрать, что же такое электронный аукцион и как вообще происходит вся процедура электронного аукциона. Начнем с того, что электронный аукцион – это процедура, которая проходит, наверное, в 95% случаев вообще всех закупок, которые выкладываются в нашем государстве. То есть это самая частая процедура. Электронный аукцион, помимо того, что это самая распространенная процедура, она, наверное, и самая, на мой взгляд, несложная, простая и самая удобная. Итак, как же происходит электронный аукцион? Значит, смотрите, заказчик, формируя процедуру, выкладывает все свои требования, технические характеристики, всю аукционную документацию на сайт информационной системы. Когда там выкладывается эта закупка, она также дублируется на электронной площадке, на одной из девяти наших электронных площадок. Значит, что происходит дальше? Дальше мы с вами, как поставщики, находим эту процедуру, считаем ее, анализируем. Если мы принимаем решение в ней участвовать, мы формируем документацию. Мы формируем документацию, состоящую из нескольких видов документов. Это первая часть заявки и вторая часть заявки. Помимо этого есть еще различные декларации, которые мы прикрепляем, подтверждение страны происхождения товара, возможно, какие-то сертификаты, возможно, информацию о нашей фирме в плане подтверждения ННН, ОГРН, Устав и так далее. Информацию о системе налогообложения, то есть тоже важно. Но это я так, отступление. То есть важно здесь понимать, что заявка состоит из двух частей. Первая и вторая. Значит, в первой части заявки мы указываем всю информацию о технических характеристиках того товара, который мы предлагаем заказчику. Согласие со всей аукционной документацией. Если это у нас работы или услуги, то может прикрепляться там форма 2, либо просто согласие. То есть в первой части заявки мы прикрепляем информацию о технических характеристиках и свое согласие принять участие и согласие со всей аукционной документацией. Далее, во второй части заявки мы прикрепляем информацию о своей фирме. О том, кто вы, как называетесь, все ваши реквизиты, откуда вы. Вот как раз подтверждение, там, ваш устав, ННН, ОГРН, информацию о налогообложении, там, сертификаты и так далее. То есть это все уже прикрепляется во второй части. То есть в первой части, по сути, у нас один документ, во второй части у нас их может быть несколько. Значит, дальше, когда происходит окончание срока подачи заявки, заказчик от электронной площадки получает там извещение о том, что срок подачи прошел, вот, пожалуйста, вам все первые части участников, которые подались. У заказчика есть один рабочий день, чтобы рассмотреть все первые части и определиться, да, все ли указали, что они согласны со всеми условиями аукционной документации, все ли в товарах, в технических характеристиках указали все то, что нужно непосредственно заказчику. Если все везде соответствует, все хорошо, вас допускают к электронному аукциону. Если где-то нашли какое-то для соответствия, вас отклоняют. Да, все это происходит, заказчик все это публикует на площадке. На следующий день происходит электронный аукцион. Все, кто были допущены, на следующий день заходят на площадку и участвуют в электронном аукционе. Что это значит? Это значит, что у нас есть с вами НРЦК, допустим, она 1 миллион рублей. На электронном аукционе происходит планомерное снижение данной цены. Если несколько участников были допущены, и они в день электронного аукциона зашли на площадку, поучаствовать в электронном аукционе, происходят торги на снижение. То есть друг за другом люди делают шаги на снижение от миллиона. Далее, что происходит? Вы снижаете, снижаете, снижаете до того момента, когда последний из вас не поставил цену. Вот как только кто-то за последнюю цену поставил, и в течение 10 минут после него никто уже ее не перебил. То есть до последнего момента пока не перестают другие участники перебивать цену. Вот вы поставили, например, 800 тысяч рублей, в течение 10 минут никто не перебил, все. Можно сказать, что вы являетесь победителем электронного аукциона. Как только электронный аукцион проходит, заказчик формирует протокол проведения электронного аукциона, публикует его на площадке, и дальше у него есть три рабочих дня на то, чтобы рассмотреть вторые части заявок. То есть после того, как заказчик провел электронный аукцион, площадка ему предоставляет возможность увидеть вторые части заявок. И дальше там уже заказчик рассматривает, что это за компании, которые предоставили первые части, предоставили ли они все необходимые документы, всю необходимую информацию. Если вы стали победителем электронного аукциона, и все ваши документы соответствуют, то вы победитель, в общем-то, процедуры, такой процедуры, как аукцион в электронной форме. Если вы победили в электронном аукционе, но по второй части вас отклоняют, то есть вы отклоняетесь совсем, и переход хода идет ко второму участнику, кто был за вами, второй по цене. Если у второго по цене документы соответствуют, значит он победил. Если его отклоняют, то переходит к третьему. И вот так до того момента, пока цена, минимальная цена и соответствие документов не совпадают, только они совпадают, участник является победителем аукционов в электронной форме. Вот так проходит самая популярная процедура. В этом видео я хочу разобрать запрос котировок в электронной форме, чем он отличается от электронного аукциона, какие там плюсы и минусы, и вообще что это такое. Итак, запрос котировок в электронной форме – это похожая процедура на электронный аукцион, но у нее есть небольшие отличия. Первое и самое важное ее отличие, что эта процедура проводится только до 500 тысяч рублей, то есть на маленькие закупки. То есть это первое. Второе отличие – эта процедура гораздо короче и быстрее. Соответственно, вы сейчас поймете, почему. Все то же самое. Заказчик решает что-то купить. Если это у него вмещается до 500 тысяч рублей, то он, как правило, выберет запрос котировок в электронной форме. То есть вы, найдя этот тендер на площадке и приняв решение в нем участвовать, формируете документацию. Документация на запрос котировок будет состоять из одной заявки. То есть то, что у нас в электронном аукционе в двух заявках, здесь все в одной. То есть и согласие, и все технические характеристики, и информация о вашей фирме. То есть все-все-все пишется в одной заявке. Также в этой заявке вы сразу указываете цену. То есть у вас есть начальная максимальная цена, допустим, там 490 тысяч рублей. Вы можете поставить любую цену от 0 до 490, сразу указав ее в своей заявке. Соответственно, все это прописав, прикрепив все необходимые документы, вы подаете заявку. Как только срок окончания подачи заявки истекает, на электронной площадке отправляет заказчику все также заявки от всех участников. И заказчик в течение одного рабочего дня уже рассматривает, что вы за фирма, какие у вас технические характеристики, все ли соответствует, все ли данные вы указали, те, которые необходимы, и какая у вас цена. И здесь также все у нас держится на минимальной цене и соответствии всех документов. Если из всех предложенных ваша цена минимальна и документы все соответствуют, вы победили. Если ваша цена минимальна на документы не соответствует, переходит ко второму минимальной цене. Так же, как на электронном аукционе. Но отличие здесь таково, что вы один раз назначаете свою цену, у вас нет возможности ее перебить. Соответственно, эта процедура гораздо быстрее. То есть, окончился срок окончания подачи заявки. Электронная площадка отправляет все это заказчику. Заказчик в течение одного рабочего дня публикует протокол о принятии решения о победителе, о соответствии заявок, несоответствии заявок. То есть, это все уже публикация протокола. То есть, в принципе, здесь есть что-то похожее на электронный аукцион. То есть, все то же самое проходит удаленно на всех электронных площадках, которые у нас с вами есть. Но процедура гораздо быстрее. Процедура, в которой вы сразу ставите цену и процедура, которая проходит до 500 тысяч рублей. Новички, как правило, участвуют от своих, когда ИП, любят эту процедуру, потому что она попроще, она побыстрее. Не надо торговаться. Сразу поставил цену и как бы все. Но, в принципе, я могу сказать, что я не вижу здесь особой разницы между электронным аукционом и запросом котировок только лишь то, что она быстрее и суммы только до 500 тысяч рублей. Итак, на этом у меня все. В этом видео я хочу разобрать такую тему, как единая информационная система, что это такое, где публикуются тендеры и как они выглядят, каким образом и где мы можем с вами искать тендеры. Итак, давайте мы, наверное, перейдем к демонстрации экрана. И вот здесь как раз вы уже видите, это интерфейс, это первая страница, это наш с вами сайт «Единая информационная система». Значит, смотрите, вот так вот она выглядит. Это ее первая страница. Отсюда все начинается. «Единая информационная система в сфере закупок». Сайт закупки.gov.ru. Само название «Единая информационная система» говорит само за себя. То есть, тендеры на этой площадке не проходят. Система информационная, но на этой площадке выкладываются абсолютно все тендеры. По 44-му, по 223-му. Все заказчики публикуют свои тендеры здесь. Да, то есть, они все здесь есть. Не факт, что все здесь мы их можем с вами найти, потому что система работает, а, не идеально постоянно, тупит, б, в, она часто уходит на регламентные работы и так далее и тому подобное. Вроде как, с этого года ее поправили и она стала лучше. Помимо этого, у «Единой информационной системы» сейчас есть приложение как для iOS, так и для Android. То есть, вы можете себе скачать и говорят, что они сейчас, в принципе, уже неплохо работают. Можно искать тендеры с телефона, что, в принципе, довольно удобно. Когда мы проходим регистрацию в «Единой информационной системе», а сейчас, для участия в госзаказе обязательно нужна аккредитация в «Единой информационной системе». Для того, чтобы ее пройти, нужно собрать весь технический минимум. Об этом я расскажу в другом уроке. Аккредитация в личный кабинет проходит вот здесь, вот сверху. У вас немножечко сейчас здесь видно, вот я здесь показываю. Дальше, смотрите, что здесь есть у нас. Закупки, контракты, договора, планирование, каталог, документы, новости. Давайте посмотрим первый интерфейс. Вот здесь как раз сверху мы пойдем, когда будем, я вам буду показывать, как выглядят тендеры вообще, в общем и целом. Вот здесь, видите, у них реклама идет, что есть мобильное предложение для Android и iOS. Здесь информация для пользователей. Можно найти всякую здесь, видите. Законодательство в сфере госзакупок, закупки ОМСП и СОНО, независимый регистратор, обязательное обсуждение закупок и так далее. Здесь дальше у нас идет, смотрите, статистика. Вы можете посмотреть в цифрах, что и как, где у нас происходит. Вот, видите, такая была экономия по годам. Сколько планировали закупать, какие были закупки. Вот, смотрите, в 2019 году общая сумма размещенных закупок 9 миллиардов, практически 10 миллиардов. Вот, посмотрите, насколько мы превзошли 2018 год. То есть, насколько растет сейчас этот рынок. Это просто, ну, это просто невероятно, как он растет. В связи еще со всеми этими санкциями, нацпроектами, это просто самая сейчас крутая ниша, в которую точно нужно идти. Дальше, смотрите, насколько контракты заключили. Ой, это даже не миллиардов, это триллионов, да, миллиарды. Это вот здесь в 2020 году уже на 29 миллиардов, а здесь уже триллионы, это сумма с 14 нулями. Дальше, смотрите, это только 44-й. Дальше я нажимаю на 223-й, и здесь сумма просто в разы больше, в два раза. Видите, то есть, все растет. Вообще, госзакупки очень растут. Это статистика. И вот здесь, дальше внизу, есть электронные площадки. Электронные площадки – это те самые площадки, на которых проводятся все электронные процедуры. То есть, сами тендеры, да, они информационно публикуются здесь, в единоинформационной системе. Технически они дублируются также сразу же, когда они выкладываются на площадки, на которые заказчик хочет провести тендер. И само техническое участие в тендере происходит уже на непосредственной электронной площадке, которую здесь мы видим. Их всего 9. 8 из них открытые и одна закрытая. Открытые и доступные для всех для нас, закрытые – это для оборонки, то есть, гособоронзаказ. Туда можно попасть, но просто есть определенный ряд процедур, которые нужно проделать, чтобы участвовать на закрытой площадке в гособоронзаказе. Вот здесь все эти электронные площадки, вы видите, здесь Россельторг, Заказ РФ, РТС-тендер, Национальная электронная площадка, Российский аукционный дом, ТЭК-торг, Газпромовская площадка, вот АСТ-ГОС и еще Сбербанк, и Сбербанк АСТ. Самые частые, самые популярные площадки – это Сбербанк, Россельторг и РТС-тендер. То есть, на них проводится, ну, по крайней мере, мы участвуем примерно 70% вот на Сбербанк, Россельторг и РТС-тендер. Я думаю, что у вас будет то же самое. Итак, это электронно-торговые площадки. Раньше у нас было как? На каждой площадке нужно было отдельно проходить аккредитацию. Сейчас мы аккредитуемся один раз в единой информационной системе, и дальше в течение одного рабочего дня каждая площадка уже эту аккредитацию принимает, и получается, что вы аккредитованы на всех площадках и участвовать можете на всех этих площадках. Где можно искать тендеры? Важная тема. Тендеры можно искать здесь, в единой информационной системе. Давайте посмотрим, как это делать. Мы нажимаем на «Закупки». Дальше мы проваливаемся. Вот уже здесь, смотрите, у нас есть, видите, вот эта маленькая плашечка, это уже тендер и короткая информация о нем. Видите номер тендера, здесь закупка завершена, поставка генераторов переменного тока. Дальше у нас, так, это все закупки завершены. Но это уже плашечка говорит о том, что какая-то есть коротенькая информация об этом тендере, чтобы узнать ее более подробно, мы в него провалимся. Но, так как мы не хотим видеть закупки завершены, мы хотим с вами определить закупки, которые нам интересны. Что мы делаем? Смотрите, мы вот здесь вот, с правой стороны в колоночке убираем 223 ФСМ, убираем галочки с этапов закупки, оставляем только подачу заявок. Выбираем электронный аукционный запрос котировок в электронной форме. Дальше, что мы здесь можем еще выбрать? Заказчик какого-то конкретного, начальная максимальная цена от до, закупки там у субъектов малопринимательства. Можете выбрать все параметры поиска, какие вам нравятся, регионы поставить и так далее. И нажимаете применить. И сейчас платформа нам найдет вот те закупки по тем параметрам, которые я выбрал. Итак, смотрите, электронный аукцион, подача заявок на право поставки электротехнических товаров в выключателе. Ну вот, допустим, детскому саду, учреждение здравоохранения, Краснодарский хоревой центр, охрана материнского детства. Окей, нажимаем на номер этой закупки и мы в нее с вами проваливаемся. Значит, смотрите, здесь есть у нас с вами три вкладочки. Общая информация, вложение, журнал событий. Общая информация, здесь общая информация о тендере. То есть, смотрите, видите, данный заказчик выбрал, что данный тендер будет проводиться на площадке РТС-тендера. И для того, чтобы вам уже поучаствовать, да, подать заявку, нужно будет переходить на эту площадку. Кто заказчик? Сведения о связи с позицией плана графика. Контактная информация. Где находится этот заказчик? Кто ответственный? Какой у него электронный адрес? Какой у него телефон? Информация о процедуре электронного аукциона. Дата и время начала срок подачи заявок. 29.12. Дата и время окончания. 20.01. Дальше, так, 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 заявка на электронной площадке подается. Срок окончания рассмотрения заявок 22. Дата проведения электронного аукциона 23.09.15. То есть, если вы подаете заявку и вас по первой части примут, то 23.01.09.05 вам нужно быть на РТС-тендере, чтобы поучаствовать в торгах. Начальная максимальная цена контракта 86.000. Информация об объекте закупки. Вот здесь есть прописано, видите, все, что здесь необходимо поставить. Преимущества и требования. Здесь есть преимущества, требования, ограничения, запреты, условия допуска. Здесь у нас они хотят, чтобы этот товар был российского производства по приказу Минфина 126Н. Документация об электронном аукционе, она есть. Я вам сейчас покажу, где она. Так, условия контракта, место доставки здесь. Срок поставки надо смотреть в документах. Обеспечение исполнения контракта 10% от цены контракта. Обеспечение гарантийных обязательств не требуется. Вот, значит, дальше, смотрите, вот эта вся коротенькая информация, вы ее посмотрели, на основе ее вы должны принять решение, интересно вам участок этой закупки или нет. Если интересно, вы идете дальше, во вложениях уже есть непосредственно документы. Так, документация и так, извещение у нас оно вот здесь. Видите документ, вы его скачиваете и смотрите. Разъяснение, то есть были уже запросы, которые люди подавали, какие-то участники, которые хотели поучаствовать в этом аукционе. Что-то им было непонятно, они подавали запрос на разъяснение. У нас будет об этом отдельный урок, я расскажу, как это делается. Вот, здесь вы смотрите документы, да, какие заказчик прикрепил, то есть там вы можете найти, в какой срок надо поставить эти выключатели, какие конкретно, какие у них технические характеристики, размеры, цвет и так далее и тому подобное. Помимо того, что закупки можно искать в единоинформационной системе, есть сайты-агрегаторы, они платные, не путать с электронными площадками. Электронные площадки это для участия в тендерах, сайты-агрегаторы это для поиска тендеров, то есть они просто удобнее, чем единоинформационная система. Их куча, они есть как платные, так и бесплатные. Такие сайты, как закупки контур, тендерплан, тендерленд, синапсис, сбис, селдон, короче, очень-очень много. Это я сейчас все перечислил платные, бесплатные, например, такие, как наводки.ру. Но у вас на этой программе пятидневки будет возможность получить доступ к закупке контур. Если у вас какая-то другая программа, то у вас есть еще возможность получить доступ к тендерплану. Я вам сейчас просто хотя бы... Хотя бы покажу, как выглядит, вот, закупки контур, видите? Вот так здесь выглядит тендер, сразу начальная цена, обеспечение заявки, обеспечение контракта, перейти на ЭТП, здесь все сроки, здесь сразу же все документы, то есть много листать не надо. Здесь сразу все быстро и удобно. Есть еще тендерплан. Тендерплан, он выглядит вот так. Здесь тоже вот сразу вся информация о тендере. Здесь можно оставлять свои комментарии о тендере и так далее. То есть это программы, платформы, агрегаторы для поиска тендеров, на которых удобнее работать с госзаказом. Итак, друзья, на этом уроке у меня, в принципе, все. Я думаю, понятно, да, что такое информационная система, как она из себя выглядит и что такое тендеры, как они выглядят и где их искать. Поэтому закончим. В этом уроке я хочу затронуть тему технического минимума. Технический минимум – это то, что необходимо для того, чтобы вы стали полноценным участником госзаказа. Итак, давайте перечислим. Первое, что нужно, это выбрать правовую форму. Как известно, у нас в данный момент существует три основные, да, мы не будем сейчас выдаваться в дебре всех правовых форм, но три основные правовые формы, которыми вы, как гражданин, можете участвовать в госзаказе. Это физическим лицом, это индивидуальным предпринимателем и это юридическим лицом. Да, то есть ООО, ОООшка, допустим, ИП-шка или физлицо. Физлицо я, в принципе, отметаю сразу, потому что это нецелесообразно и, в принципе, может привести к незаконному предпринимательству. Второе у нас получается – это ИП-шка и ОООшка. Я злостный сторонник ИП-шки, на начальном этапе точно, вот, ИП-шки на налогообложении, упрощенном налогообложении, доходы минус расходы. Вот, первое, что вам необходимо сделать, это открыть либо ОООшку, либо ИП-шку. Если вы начинающий участник госзаказа, то обязательно ИП-шка на упрощенной, повторяю, да, внимание, важно, на упрощенной системе налогообложения, доходы минус расходы, потому что это выведение. Итак, выбрали, допустим, мы ИП-шку, после этого нам нужно открыть расчетный счет. На мой взгляд, расчетный счет нужно открывать в тех банках, которые имеют право открывать у себя спецсчета. Таких банков у нас сейчас 21, есть их перечень. На мой взгляд, удобнее всего это онлайн-банки. Сейчас спецсчет, опять же, на мой субъективный взгляд, удобнее всего открывать точка банка, да, это дочка банка открытия, банк Тинькофф и Сбербанк, ну, допустим, еще Альфа. Вот четыре банка, в которых, я считаю, удобнее всего открывать сейчас спецсчет, а, соответственно, и расчетный счет. Когда у вас и расчетный счет, и спецсчет в одном банке, поверьте, это удобно. Мы работаем сейчас полноценно с точкой, хотя поработали со всем, что я перечислил, у нас больше всего в данный момент времени устраивает банк Точка. У нас в нем и спецсчет, и расчетный счет. Расчетный счет, для тех, кто не знает, это счет для ведения, в общем, предпринимательской деятельности. Спецсчет – это отдельная такая штука, которая нужна просто для участия в госзаказе, для того, чтобы обеспечения заявки блокировались на этом спецсчете и разблокировались. Значит, это второе. Первое – правовая форма, допустим, ИП. Второе – это расчетный счет и спецсчет. Третье – это электронно-цифровая подпись и обычная печать, штамп. Вам они нужны обязательно для прохождения аккредитации, для подписания документов и так далее. Электронно-цифровая подпись можно сделать в любом удостоверяющем центре коих сотней на территории России. Стоить она будет примерно от 4 до 8 тысяч рублей, смотря где вы это будете делать и как вас обработает менеджер и что вам туда включат. Штамп печать будет стоить порядка тысячи рублей. Это третий пункт. И четвертый пункт – пройти аккредитацию в единую информационную систему. Для того, чтобы ее пройти, вам нужно завести аккаунт на госуслугах, подтвердить его, завести туда, привязать к вашему аккаунту вашу ИПшку или ОООшку и уже оттуда, когда все будет зарегистрировано в госуслугах, подать заявку в единую информационную систему на аккредитацию. После того, как вы зарегистрируетесь, аккредитуете в единую информационную систему, через один рабочий день вы становитесь полноценным участником госзаказа и можете участвовать практически во всех процедурах, которых вам хочется, кроме закрытых. Итак, вот это технический минимум. Значит, давайте еще раз резюмируем правовая форма ИП или ООО, расчетный счет и спецсчет, печать и электронная подпись и последняя – это аккредитация на госуслугах и единую информационную систему. Все. Проделать все это можно за… ну, смотрите, ИПшку можно открыть за пять рабочих дней. Стоимость открытия ИПшки сейчас бесплатно, подав заявку через госуслуги, либо через МФЦ, либо там у кого-то нужно прийти самим в налоговую. Вы это делаете, за пять рабочих дней открывается ИП, далее за два рабочих дня можно сделать все остальное. То есть, в принципе, семь рабочих дней достаточно для того, чтобы полностью сформировать весь технический минимум. У меня на этом все. В этом уроке я хочу раскрыть тему стратегий участия в госзаказе. Какие они вообще есть, и на что это влияет, и что это дает. Итак, ребят, есть на самом деле несколько стратегий участия в госзаказе. Смотрите, первая стратегия – это участие во всем, что только можно. То есть, вы определяете для себя регион, вы определяете для себя уровень начальной максимальной цены контракта, до которой вы участвуете, и валовым поиском ищите все, что вам выдает система. Все, что вам выдает инновационная система госзаказа, вы анализируете, считаете, подбираете поставщиков и так далее, участвуете во всем. При валовом поиске и валовом участии, и валовой стратегии возникает очень много рисков. Рисков каких? Постоянно новые заказчики могут быть с ними проблемы, постоянно новые поставщики могут быть с ними проблемы, постоянный анализ разных тендеров могут быть с ними проблемы – это очень большие риски. Но новичку без валового поиска будет тяжело, потому что он не наработает опыта, и вот это во всем знаний, которые приобретаешь при валовом поиске. Это экстремально, это интересно, это рискованно, но это дает тебе много опыта и много знаний. То есть моя карьера в госзаказе началась вот несколько лет, мы работали только валовым поиском, только вот так, таким образом. Вторая стратегия – это когда мы выбираем конкретные ниши, ищем, убьем свои преимущества и нарабатываем себе какую-то базу заказчиков и поставщиков, и работаем только с ними. В данный момент эта стратегия на рынке госзаказа стала более популярной, наверное, более результативной. Работа над преимуществами, работа над своими поставщиками и своими заказчиками, которые дают тебе лучшие условия, дают тебе лучший результат. Поэтому это нужно проделывать, это всегда нужно держать в своей голове. Вы всегда должны искать лучших поставщиков, общаться с ними, выбивать цены, технику низковисящих фруктов, смотреть друзей, ваших знакомых и так далее, кто может вам где-то в чем-то подсобить, дать лучшие условия. То есть эта стратегия работы по своим заказчикам, по своим поставщикам должна иметь место быть. Дальше другие два вида стратегии. Кто-то работает массовым участием, массовой подачей, то есть много-много-много подач могут быть на маленькие тендеры и с маленьким уровнем НМЦК, потому что в них меньше конкуренция гораздо, вы больше тендеров будете забирать, тогда будет маленькая маржа, но за счет того, что много-много участий, у вас получается неплохой результат. Кто-то, наоборот, берет малое количество участий в крупных торгах, потому что у него есть инвесторы, допустим, большие. Опять же, здесь вопрос компетенции и вопрос ваших сильных сторон. То есть если у вас, вы можете сформировать себе тендерный отдел, который будет много искать тендеров, много считать, много подавать заявок, да, окей, это ваше конкурентное преимущество. Если у вас есть крупный инвестор, это ваше конкурентное преимущество, вы можете идти в крупные тендеры и забирать один в полгода, один в год тендер, да, и вам этого будет хватать. Допустим, ваше преимущество в логистике, вы можете круто оформить логистику куда-нибудь на север, тогда вам стоит смотреть туда, да, то есть вот эти, ну вот, в общем-то, можно сказать, что все складывается из двух моментов. Это опыт, знание, конкурентные преимущества и то, чего вы хотите, то есть тех результатов, которые вы хотите достичь и того бэкграунда, который у вас есть. Из этого из всего вы формируете себя в стратегию. Какой-то процент валовым поиском, какой-то процент точечным со своими заказчиками и поставщиками, какой-то процент на крупные, какой-то процент на мелкие. И вот вы из этого из всего подбираете для себя максимально комфортную, максимально удобную стратегию. Но каждый решает для себя сам. Например, я в начале своей карьеры работал только валовым поиском, потом у нас формировалась определенная концепция, грубо говоря, 60% валовым, 40% точечным. Сейчас мы переходим, наверное, 90% у нас только точечные, точечные участия тех заказчиков, которые мы знаем, тех поставщиков, которых мы знаем, с которыми мы работали. Мы к этому пришли опытным путем и поняли, что это гораздо прибыльнее и лучше, чем ты будешь много-много участвовать, много рисковать, влезать непонятно куда, непонятно во что. Валовый поиск мы сейчас практикуем только для новичков, потому что это крутая возможность набрать много опыта, много знаний и понять вообще, как и чего и почему. Итак, это стратегии и каждому из вас выбирать ее самому, поэтому у меня на этом все. Итак, в этом уроке я хочу разобрать запросы на разъяснение, что это такое, как они делают и зачем они вообще нужны. Итак, смотрите, друзья, когда вы находите какой-то тендер и хотите в нем поучаствовать, вы начинаете его анализировать. Есть несколько билев анализов, о которых я расскажу в других уроках, которые обязательно нужно проделывать, прежде чем принимать участие в том или ином тендере. Когда вы смотрите тендер, в нем может быть много различных несоответствий, в нем могут быть непонятные какие-то цифры, документы, фразы и так далее. То есть, допустим, что-то вы не поняли или, допустим, заказчик, по вашему мнению, намеренно указал что-то такое, что ограничивает конкуренцию или заточено только под какого-то своего конкретного поставщика. Что-то такое, что вас в этой документации не устраивает и вы считаете, что это незаконно. Для того, чтобы уточнить какую-то информацию, что-то узнать, мы можем, в принципе, проделать два действия. Первое действие – это взять телефон и позвонить заказчику, и я советую каждому делать это всегда сначала. То есть, во-первых, это быстро и просто. Во-вторых, по телефонному звонку вы сразу поймете, как настроен заказчик. Если это какой-то адекватный заказчик, допустил, ошибку, то он вам просто по телефону скажет «а, блин, точно, мы что-то там затупили, туда-сюда» или объяснит, пояснит и так далее. Если заказчик, ну такой, не настроенный вообще общаться и разговаривает, то он вам скажет, что мы по телефону не даем никаких разъяснений, пишите запрос на разъяснение. И, в принципе, он в этом будет прав, потому что заказчик имеет право не давать никаких объяснений, пояснений, разъяснений по телефону. То есть, заказчик имеет право только официально через запрос на разъяснение. Когда у вас, видите, какой-то заточенный тендер, и вам по телефону так говорят, то велика вероятность, что действительно заточен под своего. Но, опять же, это не говорит об этом 100%, потому что у заказчика может быть куча геморроя. Заказчик, контрактный управляющий, это многорукий многонок, у которого куча ответственности, у которого куча работы, он не спит ночами, но, короче, это жопная работа. Поэтому он может быть не в желании с вами общаться. Итак, значит, соответственно, первое, что вы делаете, это вы берете и звоните по телефону, потому что велика вероятность, что вам по телефону все ответит, и вам не придется писать заказчику запрос на разъяснение, не тратить на это время. Если вам не отвечают по телефону, соответственно, вам нужно направить официальный запрос на разъяснение. Как он отправляется, я сейчас покажу. Если какая-то форма, не принципиально, вы можете просто открыть вордовский документ и в любой форме, в свободной, какой хотите, написать свой вопрос, написать все, что вы хотите принести до заказчика, написать, возможно, в чем вы считаете он неправ, указать ссылки на закон и так далее и тому подобное, попросить внести изменения в документацию, вы отправляете запрос на разъяснение заказчику, получаете на него ответ. Также на электронной площадке вы это все увидите и в един информационной системе. Давайте я сначала покажу, как это делается. Смотрите, вот демонстрация экрана. Вот у нас с вами един информационная система. Мы заходим в закупки и видим здесь вот какие-то закупки. Давайте посмотрим, чтобы они были актуальными. Подача заявок, применить. Сейчас, смотрите, подача запроса на разъяснение в самом непосредственно единой информационной системе не проводится. То есть она проводится на электронной площадке. Вот вы нашли какой-то тендер, допустим, он проводится на Сбербанке АСТ. Вы переходите на Сбербанк АСТ, нажимаете, ну там, входите в свой аккаунт, нажимаете на процедуры, реестр объявленных процедур. Сюда в поиск вставляете свой номер, который у вас был. Вот здесь этот номер, вы его копируете, вы сюда вставляете, нажимаете поиск, он вам его находит. Вот, допустим, это эта процедура. Вы заходите в просмотр, вот здесь, да, и вот здесь вот у нас внизу листает лист подача запроса на разъяснение. То есть вы здесь уже вот можете все написать. Тема запроса, текст запроса. Как лучше сделать? Лучше продублировать тему и текст и на площадке, и приложить документ. Дальше вы указываете адрес электронной почты, с которой вы хотите получить ответ и так далее, и нажимаете подписать отправить. Все, это все подгружается в электронную площадку и также дублируется в единой информационной системе. В единой информационной системе, в вкладке вложения, вы можете увидеть, вот видите, смотрите, разъяснение положения документации об электронном аукционе. То есть кто-то подал запрос на разъяснение и получил ответ. На основе этого ответа может измениться аукционная документация. Поэтому если вы смотрите какой-то тендер, обязательно смотрите, были ли запросы на разъяснение и давали ли на них ответы. Потому что условия по факту ответа запроса на разъяснение могут существенно измениться. Это важно. А вы можете этого не заметить. Да, это очень важно. Смотрите, какой есть момент. Если вы нашли тендер, вас все устраивает, вы поддались на него, но потом уже по факту, когда вы выиграли электронный аукцион, вы заметили, что что-то было не так, а что может быть не так. Смотрите, допустим, у нас был недавно тендер. Тендер на поставку термолент в МФЦ. И заказчик у себя в аукционной документации написал, что требуется поставить термоленты только определенного производителя. Данный производитель находится в Швейцарии и только там, и производится только там. При этом в данной документации, в аукционной, было написано, что нужно, чтобы товар был российского производства. Был запрет на товары иностранного производства. Так вот, не было под ни одного запроса на разъяснение. Мы этот аукцион забрали, поставок мы его забрали, выяснилось, что эти два пункта противоречат друг другу. То есть, то, что требуется четкий производитель, который в Швейцарии, и требуется российское производство, которое мы задекларировали, оно друг другу противоречит, и это уже проблема. То есть, если бы это было обнаружено на этапе подачи заявки и подано запрос на разъяснение, и заказчик бы убрал какой-то из этих пунктов, то все было бы окей. Но так как вы согласились, подавая заявку с аукционной документацией, потом вы с этим сделать ничего не сможете. То есть, изучайте аукционную документацию. Если вы плохо изучили аукционную документацию, что-то в ней было не так, и вы это узнаете потом, то есть, потом вы никому никаких претензий предъявить уже не сможете. Изучать аукционную документацию и подавать запрос на разъяснение очень важно и очень нужно. Как это делать, я вам показал. На электронный аукцион, на любой площадке, на электронный запрос котировок, на любой площадке, все одинаково. Вы заходите на площадку, забиваете ее номер, проваливаетесь в нее, и внизу всегда есть кнопка, либо там где-то сбоку, подать запрос на разъяснение. Вы пишете текст в свободной форме, прикрепляете его на площадку и подаете. Все, вот так делается запрос на разъяснение. На этом у меня все. Итак, ребята, это наш пятнадцатый урок. И сейчас мы с вами разберемся, каким же образом, каким же способом вы можете обойти ваших конкурентов на старте. На самом деле, все гораздо проще, чем вам кажется. И когда я буду рассказывать, я думаю, что вы подумаете, блин, ну это же типа было очевидно. И это всегда так. Для многих это очевидно, но многие этого не делают. Я не знаю почему. Итак, смотрите. Я, да и, наверное, не я это придумал, эту технику я первый раз услышал о БМ, но я беру только ее название. Техника называется «Низковисящие фрукты» или «Как обойти конкурентов на старте». Смотрите, ребята, все очень просто. У каждого из вас есть ваши родственники, у каждого из вас есть ваши друзья, есть товарищи, есть просто знакомые, есть друзья-друзей, есть товарищи-товарищи и так далее. То есть этот список большой, да. У каждого из вас есть вот эта вот паутина каких-то ваших знакомств и связей. Все люди по жизни чем-то занимаются. И наверняка вокруг каждого из вас есть люди, которые не только среднестатистические люди, которые ходят на работу, работают 5-2 и там как бы отсиживаются и так далее, и нигде ничего не умеют и даже не отвечают. Но, как правило, у всех всегда есть кто-то там знакомый или знакомый знакомого, предприниматель. Может, у кого-то какое-то предприятие, у кого-то какое-то производство, кто-то сам что-то делает, оказывает какие-то услуги. То есть эти люди всегда есть вокруг. Помимо этого, помимо этого, есть различные сообщества по интересам. Например, как наше сообщество госзаказы. Например, как вот ты сейчас это смотрит и люди в твоей группе, в твоем пакете, с которыми у вас будет общий чат, потом общий чат предпринимателей нашего сообщества. То есть, да, эти люди тоже, у которых есть свои связи. И к ним также можно обращаться. И вот это называется низковисящие фрукты. Чем же они нам вообще нужны? Смотрите, у всех этих низковисящих фруктов есть либо возможности как-то вам предоставить специальные условия, которые остальным они предоставить не могут. Соответственно, если у вас есть специальные условия, еще на старте входа вы уже опережаете большую массу. Это первое. Второе. Какое-то количество людей может вам предоставить денежное средство и увеличить ваши обороты. Если вы заходите в эту нишу с привилегиями, да хотя бы в одной какой-то нише, если вы заходите в госзакупки и у вас есть привилегии, я не знаю, в производстве мебели, да, вам делают мебель по низким ценам. Лампочки, обои, что угодно, любая ниша, вы уже на коне. При этом вы можете найти не только людей, которые готовы дать какие-то крутые условия. Вы можете отсрочку платежа, да, если у вас, вам просто могут дать отсрочку платежа, это уже круто. Вам не надо искать инвесторов, замораживать деньги, вы можете на эту нишу искать, и если еще с ними же договориться в какой-то специальной цене, это вообще просто бомбически. Ну и инвестирование, да, вы можете найти также людей, которые готовы дать какой-то процент деньги, и это тоже большой шаг, потому что многие начинают с маленьких сумм, идут на маленькие тендеры. Вы заходите, у вас уже, да, вы сорвали там один фрукт, который готов вам предложить пару миллионов за процент от выигрыша или месячный процент, как договоритесь. И у вас уже другие условия, вы уже участвуете в тендерах крупных. Вот, ребята, это то, что я вам хотел сказать о том, как можно обойти конкурентов на старте. В принципе, все очень просто, в принципе, очень очевидно, но почему-то многие не проделывают эту работу. О какой работе идет речь? Смотрите, открываете свой телефонный список и просто пролистываете, пролистываете и думаете, так, этот, этим, этот, этим, кому вы можете позвонить, назначить встречу, и на встрече объяснить человеку, дать понять, что вы от него хотите, назначать таких встреч, назначать таких встреч 2-3 в неделю, проводить, общаться. Ну, понятное дело, что к этим встречам нужно готовиться, нужно себя правильно подать, нужно себя правильно позиционировать. Но, если вы это будете делать, если вы будете делать эту работу сразу, на старте, вы увидите, что у вас будет другой результат. На этом все, увидимся в следующем уроке. Привет! Это наш 17-й урок, и сегодня мы будем с тобой обсуждать, как это, когда тендер заточен под своего, что это за тема, как ее увидеть, стоит ли с ней связываться, бороться, да и что вообще с этим совсем делать. Итак, поехали! Значит, смотри, тендер заточен под своего, это, ну, если не очень частая тема, то она встречается, и в Российской Федерации, в государственных закупках от этого никуда не деться, и, наверное, никогда не деться, и это будет всегда. Раньше это было более часто, более повсеместно, и много не встречалось, сейчас стало гораздо реже, потому что стало сложнее это делать. Как проявляются тендеры, которые сделаны под своего? Ну, самое первое, самое простое, это такое техническое задание, которое вы исполнить не можете, в котором есть абсолютно непонятные несостыковки, неадекватные несостыковки, и неизвестно, да, то есть, например, как бы, например, есть Range Rover, да, а есть Volkswagen Touareg, и заказчик просит тебе поставить Land Rover Touareg, либо там Mercedes X6, ну, это, как бы, такой утрированный пример, да, вот, как бы, такие две несостыковки, несоставляющие, это первый признак того, что что-то с этим тендером не так. Помимо этого, тендеры, которые делаются под своего, и мы о них не знаем, это одни из тех тендеров, которые очень низко снижаются по цене, ну, то есть, допустим, зашли вы в какой-нибудь тендер, да, там нужно было поставить, например, картриджи, например, этот тендер был на 2 миллиона, у вас себестоимость, ну, например, там полтора миллиона, вы снижались до миллиона семьсот, а тендер выиграли за семьсот тысяч рублей. Как вы думаете, как они это делают? Ну, тут два варианта, либо это договоренность с заказчиком, и они поставят меньшее количество, гораздо меньшее, чем семьсот тысяч, да, либо поделят, либо там уже исполнена поставка, вот, помимо этого, чем еще могут, выражаться тендеры, сделанные под кого-то, это большим процентом обеспечения контракта, то есть, обеспечение контракта могут поставить максимальный процент, там будет огромная сумма при небольшом ИНЦК, то есть, это как вариант отпугнуть чужих, различными ограничениями также они могут варьировать, да, и играть, и убирать чужих, но, как правило, как правило, чаще всего сейчас это неадекватное ТЗ. Итак, если вы все-таки столкнулись с таким тендером, который, по вашему мнению, сделан под, скажем так, кого-то, да, у вас есть два варианта, либо вы претесь в этот тендер, пытаетесь там кому-то что-то доказать, что они не правы, и если вам удастся это выиграть, ну, скорее всего, вам просто не удастся это выиграть, и вас по разным причинам отклоняют, вы можете жаловаться, что-то пытаться сделать, тратить на это свое время, либо вы можете на все на это дело, скажем так, забить и пойти искать другой тендер. Как сейчас делаем мы? Раньше, ну, несколько лет назад, я перся везде и во все. Я, то есть, для меня не существовал тяжелый тендер. Если я понимал, что он заточен под кого-то, но я могу его исполнить все вообще-то, да, как бы, я обязательно в него шел. Если я понимаю, что там стоит Mercedes Touareg, да, то я понимаю, что здесь нужно либо фольтилаге Touareg, либо какой-то Mercedes, да, то, и, как бы, я шел и надеясь на то, что потом с заказчиком мы договоримся. В принципе, такая стратегия, такое позиционирование, оно имеет место быть, но оно очень часто бывает, ну, скажем так, нерационально, в том плане, что много приходится ругаться, много приходится доказывать чего, много приходится биться. И не всегда это рационально, если подумаешь, что ты мог бы эту энергию направить в нужное русло, если ты мог бы эту энергию направить на те тендеры, которые ни на кого были не заточены, а были свободными, честными, прозрачными, и ты бы мог их выиграть и спокойно их исполнить, то здесь, наверное, я бы поступил так. Ну, как, по сути, я сейчас и поступаю, то есть большинство времени мы делаем так, но если встречается тендер, который сделан под кого-то, мы понимаем, что там очень маржинален, очень прибылен, и мы спокойно можем в него залезть и исполнить, мы все равно идем туда и стараемся это сделать. Для вас, как для новичков, я приготовил бонус, и этот бонус будет видео, в котором я разбираю все возможные, скажем так, коррупционные способы, коррупционные схемы заказчиков, которые они применяют. То есть вы увидите это видео, оно вам, скажем так, откроется следующим уроком, оно будет без номера, это просто будет дополнительный видео-бонус, вот, вы его увидите и сможете посмотреть, какие бывают конкретные схемы, коррупционные составляющие. А у нас на этом все, увидимся в следующем уроке. Привет, друзья! Это урок номер 18 и тема «Непонятная ТЗ». В предыдущем уроке мы с вами разбирали, когда тендер сделал под кого-то, но бывают такие ситуации, когда не обязательно тендер сделаны под кого-то, но ТЗ непонятная. Смотрите, что здесь можно сделать? Что вообще в этой ситуации нужно делать и как обстоит ситуация? То есть заказчик – это такое существо, у которого довольно тяжелая доля. Назовем так, тяжелая доля. Работать заказчиком – это на самом деле хорошая школа, это серьезный геморрой, потому что работы у заказчиков очень много, она должна быть всегда сделана. Еще вчера куча согласований, куча бумаг, куча подписей, у них огромные штрафы. Их сейчас, если приехать в организацию проверка, то, как правило, без штрафа тысяч на триста, на пятьсот, она не уезжает. У них огромные штрафы, они начинаются от 15 тысяч рублей и доходят до миллионных штрафов. И при этом еще не только административная, но есть еще и уголовная ответственность. Поэтому у заказчиков тяжелая доля. И поэтому не всегда они делают ТЗ под кого-то. Очень часто они либо просто косячат. То есть просто невнимательно выполнена работа и косяк где-то было скопировано ТЗ. Из одной закупки что-то изменено, чтобы полностью не печатать, и загружено там, и непонятно что к чему. Где-то систему, через которую они загружали, что-то либо перепутало, либо что-то сделало не так, либо на площадке написано одно, а в ТЗ написано другое. Такое часто бывает, часто встречается, и от этого мы никуда не денемся. Они тоже люди, их тоже нужно понимать. При этом система, через которую они все это выкладывают, далеко не совершенна. Итак, ребята, если вы встретили техническое задание, где вы понимаете, что, блин, ну короче, какие-то несостыковки, короче, как бы непонятно, что же вообще хочет заказчик, или может быть количество непонятно. Или не сходится там, да, например, цена, которую они готовы дать, и, например, там пачки и упаковки. То есть бывает такое, например, что указано за бумагу, там за 10 упаковок, и написана цена, а ты понимаешь, что это цена не за упаковок, а за штук. Не может быть за 10 упаковок, это в 10 раз дороже. То есть вот такие вот моменты, они часто встречаются с ТЗ, либо сроки какие-нибудь непонятные. Есть одно средство, которое мы все всегда делаем. Средство это называется запрос на разъяснение. Запрос на разъяснение довольно простая штука. Если у вас запрос котировок, то вы берете по форме, которую мы вам дадим, заполняете запрос на разъяснение и отправляете на электронную почту. Важно это сделать в период до того, как за 2 дня окончится срок подачи заявки на тендер. То есть есть срок окончания подачи заявки. Вот за 2 дня до срока окончания вы должны подать запрос на разъяснение. Дальше ваш запрос на разъяснение уже не будет рассмотрен, его не успеют принять, его не успеют разобрать, не успеют внести изменения в тендер. Поэтому за 2 дня вы должны это сделать. И есть еще электронный аукцион, когда прямо на площадке, на электронной площадке вы нажимаете на кнопочку «Подать запрос на разъяснение» и заказчик рассматривает ваш запрос на разъяснение, присылает вам ответ. Если это на запрос котировок, он вам обратно по почте отвечает. Если это на электронном аукционе, то он там на площадке будет размещен, ответ на запрос на разъяснение. При этом, если они признают свои косяки, то они вносят изменения в аукционную документацию, прикрепляют, что были внесены изменения, обратите внимание. И вот тогда все, в принципе, хорошо, все нормально, дальше нужно работать. В следующем уроке я вам покажу, как выглядит форма запроса на разъяснение, что в ней заполнять. И конкретно на демонстрации экрана я вам покажу, как это выглядит при запросе котировок, как это выглядит при электронном аукционе. До встречи в следующем уроке. Итак, ребята, это наш 16-й урок. И сегодня мы будем с вами разговаривать о важности отношения к работе с моими закупками, о важности отношения к заказчику, о важности подготовки к тендеру и о тех рисках, которые вас могут ждать. В этом уроке, наверное, не будет какой-то прикладной конкретной информации, которую поменил, сделал результат, как я люблю, но этот урок, он очень важен, потому что на отношении к делу погорело очень много людей, очень много предпринимателей, очень много новичков. Поэтому я хочу сразу, здесь и сейчас, на 16-м уроке дать вам понимание того, как нужно действовать правильно. Итак, ребята, во-первых, здесь вот две, наверное, такие стороны работы с госзаказом. Первая сторона, что это охренеть, какая крутая ниша, что здесь можно делать деньги, что их здесь как бы очень много, но вторая сторона, что ты здесь никому не нужен, тебя здесь никто не ждет, у всех есть свои, с кем они готовы работать, и для того, чтобы сюда ворваться, тебе нужно потрудиться, тебе нужно поработать. Это не легко. То есть, с какой-то стороны это легко, но это и нелегко. То есть, палка о двух концах получается. Это легко в том плане, что сама по себе работа несложная. Нашел тендер, проанализировал, посчитал, подал заявку, поучаствовал, выиграл, исходил, не выиграл, поучаствовал следующий. То есть, процесс, в принципе, несложный, если им заниматься. Но в то же время, я не говорю, что это вот так у каждого сейчас потечет рекой, деньги в их карманы. Нет, ребята, я вам так скажу, что многие, ну, сколько, наверное, процентов, там, от 20 до 40 кидают это дело, говорят о том, что оно неприбыльно, говорят о том, что здесь нечего делать. Но это те люди, которые делают что-то неправильно, не имеют знаний, не имеют упорства. Ну и вот такая психология у людей, у многих есть такая психология, если вот здесь не получается, да, вот ты там месяц бьешься, два бьешься, не получается, ну все, ладно, пойду, вот заниматься чем-то другим. Да, начинают изучать, изучать, заниматься, снова тратят время. И если там опять там в течение месяца-двух не получается, то они идут дальше. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Если вы сейчас сюда пришли, если вообще вы это сейчас смотрите, то вы должны бить в одну точку довольно долго, чтобы получить результат. Вот сейчас у нас с вами есть несколько, ну, некоторое количество времени, примерно там, да, сколько, полтора месяца осталось до конца этого года, для того, чтобы вы получили результат, для того, чтобы вы заработали деньги, потому что сейчас этот сезон тендеров, сейчас их очень огромное количество, их очень много, и сейчас вот прям самый сок. Как только пройдет рубеж нового года, дальше будет затишье. Дальше будет не сезон тендеров, примерно месяц-полтора-два. Их будет мало, будет маленький объем рынка, но постепенно будет разгоняться. Поэтому вот сейчас есть время сделать, бомбануть, взорвать, сделать крутой результат, но для этого нужно потрудиться. Вот для этого нужно прямо сейчас себе дать установку, что я буду плохая. Несмотря на то, там есть у вас вторая работа, есть ли у вас там еще что-то, какие-то обязательства, если вы решили заработать денег на тендерах, на тендерах нужно сейчас включиться и поработать. То есть я сейчас вам старался объяснить, что это и легко, и нелегко, что это и крутая ниша, и вас тут никто не ждет. Вот это нужно понимать. При этом нужно быть упертым и идти до конца, коль уж ты сюда пришел. У меня получается, у 50-70% получается, у многих, у 20-40% не получается. Поэтому сразу для себя решили, в каком из процентах этих соотношений, в какую сторону ты себя относишь. Дальше, что я здесь хотел сказать, по отношению к заказчику. Тоже важный момент, когда мы начинаем это делать, когда мы начинаем этим заниматься, я человек, который позиционирует любое дело с тем, чтобы брать ответственность на себя, за все. То есть, если вы, например, не выиграли тендер, это ваша вина. Если поставщик вас кинул, это ваша вина. Если у заказчика коррупционная составляющая, ты ее сразу не увидел, туда залез, это твоя вина. Если ты выиграл тендер, а потом не смог найти ту цену, которую тебе давали изначально, это твоя вина, ты плохо подготовился. То есть, если заказчик не принимает товар, это твоя вина. Вот у меня сейчас ситуация, не знаю, знает кто или нет, с заказчиком, который нас пытается слить всеми путями с прибыльного, хорошего тендера. Я прекрасно понимаю, что это система, от этого никуда не деться. Я не проклинаю все это дело, не говорю, да, горе эти госзакупки огнем. Я прекрасно понимаю, я отстаиваю свою позицию, я борюсь до конца, я надеюсь, мы нагнем этого заказчика, а возможно, он нагнет нас. Но вот да, я по сути взял за список на себя, ну, значит, так, значит, мы залезли в такой тендер, значит, мы не увидели, что это такой заказчик неадекватный. Значит, мы плохо анализировали заказчика, плохо анализировали нишу, ну, вы понимаете, да, брать ответственность на себя, это очень хорошо и очень понятно. Дальше, отношение к заказчику. Очень важно показывать заказчику свою ответственность, показывать, что вы заинтересованы, звонить, писать, если близко, доехать, пообщаться, показать, что вам важно, показать, что вы добросовестный человек, который волнуется над тем, чтобы все прошло хорошо, гладко. Когда вы это показываете заказчику, они очень это любят. Они очень это любят, возможно, даже где-то включать дурачка, возможно, где-то показывать там свою, ну, не будем гуляться, в общем, показывать, что вы очень хотите исполнить, исполнить все добросовестно, качественно, чтобы все остались довольны. При таком подходе заказчики будут вам потом звонить. Я вам это говорю не просто так, я вам это говорю, потому что заказчики нам звонят сами и хотят, чтобы мы исполняли их контракты. Это важно. Дальше, теперь о важности подготовки к тендеру. Ребята, это 50-80% победы в ваших подготовках к тендеру. Это анализ тендера, это подбор поставщика, это работа с поставщиками, это анализ конкуренции, это анализ заказчика. Вот если вы все эти пункты будете проделывать качественно, внимательно, ответственно, у вас тогда не будет проблемных закупок и будет проблемных заказчиков, будут только прибыльные, маржинальные, быстро исполняемые тендеры. Готовьтесь к тендерам, готовьтесь к ним тщательно, внимательно. У меня куча примеров и куча опыта, опыта учеников, когда люди не готовятся к тендерам, выигрывают их, а потом попадают на такие деньги, что мамы не горюют. И лучше до этого не доводить. А чтобы до этого не доводить, нужно готовиться к тендеру и делать это очень хорошо. Ну и, наверное, логическое продолжение темы о подготовке к тендерам это риски. Я всегда говорю, что ниша мой закупок это безрисковая ниша. Ну, это, в принципе, так и есть. Риски здесь очень минимальны и риски зависят от вас. То есть, плохо подготовились, попали, да, есть риски, что вы попадете на деньги, там, 30 в РНП. Не прогнозировали заказчика, не подтвердили цену, не подписали договор, не проверили поставщика, кинул вас. То есть, вот это все риски, но они зависят от вашей подготовки, от вашей работы. Есть риски, от которых никто не застрахован. Это вот как у нас сейчас получилось, когда мы попали абсолютно, ну, как бы случайно, мы вроде бы все проверяли, все готовили, но случайно получилось так, что заказчик получился такой вот нерадивый. Но, вот, есть такая ситуация. Но, опять же, при этом я не расстраиваюсь, беру ответственность на себя и, ну, значит, так, значит, это издержки этого бизнеса. Вот, ребята, это все, что я хотел вам сказать в этом уроке. Увидимся в следующем. Итак, в этом видео я хочу разобрать первичный анализ тендера. Это очень важная штука, это ваше первое касание с тендером, поэтому на него нужно обращать внимание для того, чтобы понимать, стоит ли вообще тратить время на эту закупку, или не стоит этого делать вовсе и идти искать дальше. Итак, искать тендеры сейчас, в данный момент, вы можете двумя способами. Первый – это на сайте Единой информационной системы. Второй – это на сайте закупки.контур. Платформа закупки.контур – это платная платформа для поиска тендеров, но у вас будет возможность ее пользоваться. Сейчас я покажу, как делать оба этих процесса и на сайте Единой информационной системы, и на сайте закупки.контур. Так, давайте перейдем с вами на Единой информационную систему. Это сайт закупки.gov.ru. Заходите на него, нажимаете вот здесь вот на закупки. Дальше вы нажимаете на все параметры поиска, и во всех параметрах поиска вам нужно уже определить конкретные критерии, которые вас интересуют для поиска тендеров. Итак, вы выбираете здесь только 44-й федеральный закон, только этап закупки – это подача, электронный аукцион, запрос котировок в электронной форме. Дальше, в принципе, здесь вас ничего особо не интересует. Поиск по цене можете здесь забивать где-то от 600 тысяч рублей до 3 миллионов. Ну, допустим, до 3 миллионов. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Отлично. Так, можете поставить, не знаю, авансирование здесь видите, предлагают. Ну, можете, в принципе, не ставить, потому что с авансом не так много закупок. Можете без этого. Местоположение поставки можете выбрать, где вы хотите, чтобы были ваши тендеры. Ну, допустим, давайте поставим центральный федеральный округ, ЦФО, уровень заказчика непринципиально, участник закупки, дополнительная информация, преимущества, требования участников закупки, ограничения. Все это, в принципе, уже сейчас до нас второстепенно. Мы нажимаем применить. Если вы хотите искать тендеры по какой-то конкретной нише, то вы вот здесь, вот в этой строке поиска, пишите ключевое слово, по которому вы хотите найти интересующие вас тендеры, и нажимаете на значок лупы, и он вам подберет. Вот, смотрите, по центральному федеральному округу на данный момент практически чуть больше 9 тысяч актуальных закупок. Их очень много. Всего сейчас по России уже более, по-моему, 40 или 50 тысяч актуальных закупок. Итак, проделали эту процедуру, дальше вам нужно искать потенциально интересные закупки. Значит, смотрите, что мы делаем в первичном анализе. Первое, вот по этим плашкам мы с вами анализируем закупки, в которые хотим или не хотим мы углубляться. Поставка продуктов питания. Для нас это неинтересно. Предоставление санитарных урон-организаций курортного лечения. Нет. Оказание услуг, проведение участия делегаций Сахалинской области в мероприятии Дни Сахалина. Ну, потенциально, может быть интересно, можно, например, это посмотреть. Но в данный момент это будет сложно посчитать, поэтому я не буду сейчас это брать. Содержание вертолетных площадок. Поставка лекарственного препарата. Приобретение благоустроенного жилого помещения. Вот это тендер на поставку квартиры. Ну, допустим, вы вот так долистали до тендера, который вам потенциально может быть интересен. Итак, это тендер на поставку квартиры в город Бикин или Бикин, я не знаю, Хабаровского края. Значит, размещена эта закупка 16.01 окончания подачи 27.01. То есть до 27.01 у нас есть срок, чтобы подготовиться к этой закупке. Да, учитывая, что до этого еще более чем полторы недели, можно успеть к этому полноценно подготовиться. Итак, это электронный аукцион на площадке РТС-тендер. Значит, закупка жилого помещения общей площадью от 52 до 60 квадратов. То есть это, скорее всего, двухкомнатная квартира. Хабаровский край, город Бикин. Так, здесь у нас все понятно. НМЦК. Значит, жилых зданий. Так, 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 преимущества и требования. Здесь никаких особо ограничений, чтобы что-то было здесь все стандартное. Нет. Так, дата информации об электронном аукционе. Дата времени окончания предоставления запроса на разъяснение. Запрос на разъяснение, все понятно. Обеспечение заявки 10 тысяч рублей. Так, 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 так. Срок предоставления рабочих дней со дня регистрации муниципального контракта. Обеспечение исполнения контракта 100 тысяч рублей или 5% от цены контракта. Вот, смотрите, вот это я сейчас, все, что я сейчас проделал, это и есть первичный анализ. То есть я собрал первичную информацию. Знаете, как у докторов в больнице есть, когда к ним больной поступает, им нужно собрать первичную информацию, чтобы понимать вообще, от чего отталкиваются и что вообще с этим делать. То есть я сейчас углубился просто чуть-чуть в саму закупку и посмотрел первую информацию, которая есть. То есть это электронный аукцион. На РТС-тендере на 2 миллиона. Закупаться он будет, закупаться будет квартира приблизительно двухкомнатная, да, исходя из квадратуры. Где? В Хабаровском крае, город Бикин. До 27 числа у нас есть возможность подготовиться ко всему этому. Никаких, в принципе, ограничений здесь нет. Поставить квартиру нужно будет через 20 дней после заключения контракта. Обеспечение заявки, обеспечение контракта есть, все понятно. То есть, в принципе, потенциально я понимаю, что эта информация, что этот тендер для меня интересен, и я готов идти дальше. Дальше уже идет. Это вторичный анализ. Вторичный анализ – это то, что мы разберем в следующем уроке. Итак, резюмирую я. Первичный анализ – это сбор первой информации, первого касания с вашим тендером, для того, чтобы понять, вам вообще интересно или нет. То есть, допустим, если бы я провалился сейчас не тендер на поставку квартиры, а куда-то еще, и посмотрел, что, например, поставка в течение одного дня или окончание подачи заявок завтра, я бы понял, ага, все, для меня это неинтересно, я не хочу в этом участвовать, и все, я не трачу больше на это своего времени. То есть, это делается для того, чтобы вы понимали, интересно или неинтересно углубляться, тратить дальше время или нет. Вот так это делается на сайте единой информационной системы. Теперь пойдем на сайт закупки-контур.ру. Вот вы получите на пятидневке доступ к сайту закупки-контур.ру. Вот так он у вас будет выглядеть. У вас будет бесплатный период сначала на 7 дней, потом еще раз мы его продлим. Вы нажимаете, вот здесь вы выбираете, видите, поиск, шаблоны, избранная, аналитика, справочная. Вы нажимаете поиск, вот здесь он у вас по умолчанию стоит уже. Вы нажимаете «Показать расширенный поиск». Вы можете регион поставки вот здесь выбрать, ну, допустим, Московская область. Дальше подача заявок, галочка 44 ФЗ, галочка «Начальная максимальная цена контракта от 600 тысяч рублей до 3 миллионов». Кстати, вы видели, что на сайте Единоинформационной системы мы с вами сделали ограничение по ЦФО, но он нам выдал эту закупку по Хабаровскому краю. Вот это то, о чем я говорю, что сайт Единоинформационной системы, он не идеален. То есть ты ему задаешь одни параметры, а он тебе хрен начнет просто вот. То есть если мы сейчас сюда забьем еще какое-нибудь ключевое слово, например, да, то он, скорее всего, не только по ключевым словам выдаст. Это вот особенности работы с сайта Единоинформационной системы. Ну, да ладно, давайте вернемся мы к нашему закупке «Контур». Ой-ой-ой, сейчас, секундочку, вот сюда. Так, вот мы здесь все это забили, нажимаем «Найти». Итак, по Московской области 385 закупок нам сейчас дал на эту данную сумму. Теперь давайте подбирать, что может быть потенциально для нас интересным проводить первичный анализ. Итак, оказание услуги по техническому обслуживанию и ремонту устройств общей джинерного снабжения. Так, образовательной формы, выполнение работы по монтажу системы и наблюдения, поставка продуктов питания, продуктов питания. Так, поставка картриджей, так, лекарственных средств. Поставка продуктов расходного материала, имеющая заказчика автоматического анализатора, Галилео-Нео. Так, лекарственные средства, лекарственные средства, охрана организации, стандартное оборудование и техническое обслуживание, закупка лекарственных средств, лекарственных средств, лекарства, лекарства, услуги охраны, медицинские, медикаменты, ремонт, информационное население, деятельность органов местного самоуправления, информирование населения о деятельности органов самоуправления. Так, в областном печатном электронном средстве массовой информации. Вот это вот может быть интересно, это может быть как раз у нас маркетинг. Это может быть маркетинг. Итак, вот мы здесь провалились, да. Начальная максимальная цена контракта 842 тысячи, обеспечение контракта 84 тысячи, обеспечение заявки нет. Значит, подача заявки до 21.01. То есть на подготовку есть, получается, 3 рабочих дня, 2 еще выходных. Ну, не так много, конечно, попробовать успеть готовиться можно. Так, время поставки в соответствии с техническим заданием. Здесь этого нет, здесь, ну, здесь, видите, не так много, здесь придется проваливаться в техническое задание. Здесь вот объект закупки, есть изготовление, размещение, публикация, деятельность органов местного управления, город Матищи, Московской области, в российском основном печатном средстве массовой информации, газете формата А3, объем 1,8 газетной полосы. Общественно-политической направленности распространяем на территории Московской области. Изготовление, размещение, публикация, деятельность органов местного управления. Так, распространяем в сети интернет. В сети интернет просто это интересно, здесь стоит почитать. То есть, в принципе, потенциально интересно рассчитать стоимость всего этого за 3 рабочих дня. Я думаю, можно. Можно проваливаться дальше и проводить уже вторичный анализ. Итак, вот, в принципе, первичный анализ, он очень быстрый. Он занимает короткий период времени. И даже, в принципе, я могу сказать, что больше вы тратите не вот когда проваливаетесь в саму закупку, а когда отбираете вот по этим плашечкам. То есть, смотрите тематику. То есть, в принципе, вам нужно по тематике определиться, потенциально интересно или нет. Определить потенциально, если это интересно, проваливайтесь, смотрите. Если есть здесь какие-то нюансы, то, соответственно, это может быть интересно или нет. То есть, вот здесь я не вижу одного очень важного нюанса, да, срока исполнения данного контракта. То есть, если на срок исполнения данного контракта дается, грубо говоря, 5 рабочих дней, то, скорее всего, это заточенный ПЦО, потому что за 5 рабочих дней это нереально будет все исполнить. Вот. Но это я уже узнаю во вторичном анализе. Поэтому на этом уроке у меня все. Так, значит, на этом видео мы с вами разбираем вторичный анализ тендера. Первичный анализ – это первое касание с закупкой, чтобы понять, потенциально интересно или неинтересно стоит тратить на нее время. Вторичный анализ – это уже более глубокий разбор для того, чтобы понять, идем ли мы дальше, идем ли мы в следующий анализ. Итак, как же он делается? Давайте разбираться. Разберемся на примере тех же самых тендеров, которые мы с вами разбирали в первичном анализе. Итак, смотрите, в первичном анализе у нас на сайте единой информационной системы был тендер на поставку квартиры в город Бикин или Бикин Хабаровского края. Итак, вот мы просмотрели, понимаем, что нам это потенциально интересно. Что мы делаем дальше? Дальше мы идем в вложения. В вложениях нам нужно найти документацию. Вот эта документация, мы ее сейчас скачаем и в ней посмотрим, что же это конкретно за квартира, какие у нее особенности, технические характеристики и что в ней должно быть. Итак, документация. Открываем и, значит, смотрим. Нам нужно найти здесь техническое задание. Техническое задание – это раздел 4. Раздел 4. 37-я страница. Открываем сейчас 37-ю. Нумерацию страниц я не вижу. Это печальку. Ну, сейчас найдем. Так, это пошла карточка аукциона, наверное, да? Так, 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 так. Здесь, чем хорош, что тендер, что здесь сразу написали, что в течение 20 дней нужно сделать поставку. Сейчас мы с вами просто потенциально определимся, интересно нам вообще. Вот, техническая часть. Значит, смотрите. Жилое помещение. Давайте я, наверное, раскрою, чтобы было более видно. Техническая часть. Жилое помещение приобретается для расселения жилого помещения. Супер расположенного по адресу город Бикин, улица Дневосточная, дом 22, квартира 2, в соответствии с адресной программой Хабаровского края по распределению граждан из аварийного жилищного фонда. Так, это понятно. Значит, благоустроенное применительно к условиям городского населения город Бикин жилое помещение общей площадью по 52,7 до 67 квадратов. Так, 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 так. Жилое помещение достаточно соответствует следующим требованиям. Здесь требования все, как правило, стандартные. Так, нам нужны более подробные характеристики. Так, вот они. Так, жилое помещение нужно отвечать, так, в том числе здания. Понятно, со стажер этого помещения должны входить комнаты, кухня. Так, стены, окрашенные, клееные обойми, либо установлены МДФ, ПВХ панели. Напольное покрытие может быть из паркета ламината линолеума. Отделка потолковогоnine помещения одними способами, димсимонная краска или аналогичная краска. ПВХ плиткой, безшовыми камерами. Так, в ванной комнате закрытым, замеченным в санузле. Стены, окрашенные, либо установлены ПВХ панели. Так, 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 напольная отделка полов. Понятно, жилое помещение может... Жилое помещение в жилом и квартирном доме должно быть расположено не ниже первого этажа. Это хорошо. Так, должно быть пригодным для заселения. Так, нам нужно сейчас здесь определить год постройки дома. Но я этого здесь не вижу в технической документации. Нужно понимать, какого года должно быть строение, не ранее или не позднее. Но здесь не вижу этой информации, значит, в принципе, я так понимаю, что для них это не сильно важно. Так, здесь это все технические характеристики. Ну, окей, ладно, хорошо. Допустим, мы посмотрели, мы все поняли, 2 миллиона нам за это предлагают. Как нам понять, вообще, интересно ли для нас с вами такой тендер. Так, в основании начальной максимальной цены контракта. Окей, значит, смотрите, что мы делаем с вами дальше. Вторичный анализ, что он подразумевает? Здесь во вторичном анализе нам с вами нужно коснуться уже не только технических характеристик, а вообще понять, потенциальная прибыль в этой закупке есть она или нет. Смотрите, что мы с вами делаем. Здесь это на примере, просто квартиру показываю. Мы открываем Авито. Мы открываем с вами Авито. Мы с вами заходим, знаете, куда? Недвижимость. Недвижимость. Здесь мы с вами должны написать бикинг. Показать. Дальше, смотрите, мы выбираем недвижимость, квартиры. Квартиры. Купить. Цена от нам не важна. Значит, общая площадь у нас от 50. Ну, от 60 давайте возьмем. Давайте от 50 до 70 возьмем. От 50 до 70 квадратных метров. Этаж первый не важен, этажи и в доме не важны. Все. Нам, скорее всего, новый год, давайте вторичку возьмем. Так. И давайте, ну окей, давайте показать. Одно тысячу объявлений здесь есть. Значит, нам нужно с вами, чтобы была квартира от, если мне не изменяет память, от, 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 от 52 и 7 до 60. Больше можно, меньше нельзя. Итак, значит, смотрите. Трехкомнатная квартира 59 квадратных метров полтора миллиона. Значит, трехкомнатная квартира 63 квадратных метра 750 тысяч. Двухкомнатная квартира 54 квадратных метра 3 миллиона. Такое нам неинтересно. Я так понимаю, что вот это Хабаровский край, город Бикин. Ну, давайте посмотрим. Двушка. Двушка, двушка, двушка. Картинок больше нет. Понятно. Так. Частное лицо. Максим. Я захожу на страницу к Максиму, чтобы посмотреть, были ли у него какие-то объявления 2016 года. Объявлений у него нет. Так. Ну. Потенциально интересно, конечно. Но это немножко. Так. 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 Миллион восемьсот. Миллион восемьсот. Четыре. Двести пять. Так. Давайте мы, наверное, сделаем сортировочку. Сначала дешевая. Вот так вот возьмем. Да, сортируем. Так, я что-то не то нажал. Этот урок у нас будет длинным, но это важно. Так. Двухкомнатное. Это село, 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 село. Нам не пойдет. Так. Трешка. Пятьдесят девять метров. Полтора миллиона. Вот это вот может быть уже потенциально интересно. Так. Значит. Так. Смотрим фотографии. Ну, состояние, конечно, не очень. Какой-то косметический ремонт для себя придется делать. Ну, это примерно там 150-200 тысяч точно можно уложиться. Так. Город Бикин. Комсомольская улица. Значит, посмотрим, Дарья, не риэлтор, это не перекупщик. Непонятно. Одно объявление всего лишь. 2017 года зарезервировано. А, вот, завершенно еще есть. А, нет. Раз продавал сапоги, значит, точно не риэлтор. Значит, точно не риэлтор. В принципе, вот, потенциально интересная закупка. Можно заработать 1300 с этого тендера. Ну, давайте еще оценим. Миллион восемьсот. Миллион восемьсот. Дальше пошли квартиры дороже. То есть, у нас либо вот это, либо миллион восемьсот. Но там, возможно, тоже придется делать ремонт. Ну, то есть, в принципе, интересно. Да, вторичный анализ нам показывает, что с этим тендером сработать мы можем. Да. Вот. В этом заключается вторичный анализ. Если бы был какой-то товар, то есть, я проделывал бы то же самое. Я бы пошел на Яндекс, да, забил бы здесь, там, я не знаю, столы какие-то, либо технические характеристики и искал бы, чтобы мне понять первым касанием. Вообще, мне интересно, будет в этом тендере участвовать потенциальную прибыль с первого касания с этим тендером, я вижу или нет. Соответственно, что бы я начал делать дальше? Дальше я бы перешел к анализу рентабельности, посчитал бы все. Анализ рентабельности – это будет следующий урок. Дальше бы я пошел бы звонить данной мадам за полтора миллиона и пытаться с ней общаться. Если бы у меня с ней общение не срослось и мне не удалось бы с ней договориться, соответственно, я бы попробовал еще в пару мест позвонить. Если бы меня устроило, то окей, я бы взял этот тендер в проработку. Когда мы берем вообще квартиру по недвижимости для того, чтобы обезопасить себя от каких-либо действий, то есть когда мы берем товар, мы запрашиваем счеты, коммерческое предложение. Когда мы берем недвижимость, мы должны с собственником квартиры заключить договор удаленно. Мы им скидываем договор, они у себя распечатывают, подписывают, отправляют нам. То есть это для нас является таким же счетом или коммерческим предложением, подтверждением того, что человек не сольется при том, когда мы будем участвовать в этом тендере. Если мы берем тендер на поставку товаров, то мы также должны были бы найти его в интернете, какой-либо тендер. Давайте мы сейчас попробуем сделать это на примере, на закупке контура. У нас здесь было что-то оказание услуг, давайте здесь посмотрим какой-нибудь сейчас товар. Так, какой-нибудь товар. У нас здесь были одни лекарства, медикаменты, тест-полоски, охрана, шприцы медицинские, препарат, средства противоопухолевые. Короче, лекарств, видите, его очень много. Но лекарства мы брать с вами не можем, почему? Потому что на них нужна лицензия. У нашей организации нет лицензии на поставку лекарств. Если у кого-то есть возможность или организация, у которой есть лицензия, то буду вам благодарен, если мы с вами попробуем вместе сделать какую-то коллаборацию. Поставка бумаги потребительской. Давайте посмотрим, что это такое. Возможно, это бумага А4. Итак, поставка бумаги, обеспечение контракта 30%, обеспечение заявки 16 тысяч, 1,6 миллиона. Так, до 20.01 времени совсем мало, то есть прямо сейчас, если и заниматься, то можно. Так, начало поставки с момента заключения контракта, окончание поставки 15 ноября 2020 года включительно. То есть это длительный контракт. То есть у этого тендера большой срок. По заявкам до 15 ноября. В принципе, для меня это уже неинтересно. Длительные контракты я стараюсь не брать, потому что это большая заморозка денег, бумагу покупать сразу. При этом здесь тендер на бумагу А4 класса С, а это вообще так себе мероприятие. Почему? Потому что 99% предложений на рынке на поставку бумаги, они будут у нас мошенниками. И с этим нужно быть абсолютно аккуратными, осторожными, чтобы не попасть на лодочку мошенников. Но давайте допустим просто, что бы я делал. Если бы это... Ну ладно, давайте мы просто на практике, чтобы не в сослагательном наклонении, а возьмем что-то действительно стоящее, интересное. Так, физическая охрана, препараты, препараты, продукты. Продукты. Продукты то же самое, то есть тема с продуктами, она, как правило, долгосрочная. Продукты не закупают разово, продукты закупают на квартал, на месяц, на год. Их нужно постоянно возить. Это нужны склады, это нужны машины, это нужны водители. То есть это целый полноценный комплекс услуг. Мы это стараемся не брать. Охрана, то же самое. Так, выполнение работ, продукты комплекса работ, поставка техники запасных частей. Смотрите, что мы можем сделать. Чтобы, если мы хотим отделить товар, работа и услуги, мы можем написать слово «поставка». Если мы напишем слово «поставка», то он нам найдет тендеры непосредственно на поставку каких-либо товаров. Поставка бензина. Бензин тоже, видите, по топливным картам. То есть его, как правило, забирают заправки, которые работают в непосредственной близости от тех учреждений, которым требуется бензин по топливным картам. Так, продукты питания, картриджи, расходного материала, мероприятия автоматического анализатора. А, это мы с вами видели. Бакалейные продукции, лекарства, лекарства, лекарства. Так, продукты питания, питание. Сейчас что-нибудь мы найдем с вами такое, на примере чего можно разобрать эту тему. Так, перчатки медицинские. Ну вот, давайте попробуем. Перчатки медицинские, они требуют лицензии, их можно поставить. Итак, срок до 21-го числа. Значит, здесь много видов разных перчаток. Значит, смотрите, если я понимаю, что мне потенциально это интересно, я иду в ТЗ-шку, скачиваю ТЗ-шку. Вот я ее, значит, скачал. ТЗ-перчатки. Мне открывается техническое задание на все эти перчатки. Мне нужно теперь найти и понять, вообще мне потенциально интересно, прибыльно ли мне будет связываться с этой закупкой. Итак, перчатки смотровые, диагностические, размера S. Так, вот количество, какое количество здесь. Сколько вообще позиций? 1, 2, 3, 4, 5. Так, сколько у нас позиций здесь всего? Все, 19 позиций. Так, значит, нам для того, чтобы определиться потенциально прибыль, или нам будет тендер, нам нужно найти все 19 позиций и понять, вообще интересно или нет. Значит, мы берем, смотрите, перчатки смотровые, диагностические. Копируем это все и идем в Яндекс. У нас 23 050 пар. Мы идем с вами в Яндекс и вот это вот все вбиваем. Перчатки смотровые, диагностические. Они, вот видите, есть в Комусе. У Комуса есть сайт, называется Комус.Опт. Мы можем сейчас пройти вот сюда. Перчатки смотровые, диагностические. Сейчас я вам даже покажу. Перчатки медицинские, смотровые, нейтрилованные, текстурированные. Это немножко другая позиция. Видите, смотрите, если мы откроем сейчас с вами ТЗ-шку, то мы увидим, что здесь просто диагностические, а в конце ТЗ-шки они текстурированные. То есть, где мы открывали, вот смотрите, видите, здесь уже текстурированные, размеры L 8 и 9. Так, медицинские, смотровые, нейтриловые, размеры L. Так, количество в упаковке 200 штук и цена 440. То есть, смотрите, мы можем сейчас здесь артикул скопировать. Дальше я снова ухожу в Яндекс и пишу здесь Комус.Опт. Комус.Опт. Захожу на Комус.Опт. У меня уже там есть свой личный кабинет. Вот. И я здесь вбиваю этот самый артикул. И по этому артикулу сейчас мы посмотрим, сколько стоит. Он ничего не нашел. То есть, на Комус.Опте этих перчаток нет. Просто, как правило, на Комус.Опте ценник будет другой. Да, то есть, подешевле. Окей, на Комус.Опте нету. Значит, мы с вами возвращаемся сюда. 440 рублей стоит нам с вами 200 штук перчаток. Нам надо все это дело посчитать. Значит, вы... Так, это не то. Это не то. Это опять оно же. Сейчас, секундочку. Секундочку. Вот оно. Перчатки смотровые. Они у нас в каком количестве? Давайте посмотрим. Здесь 500 пар. То есть, вот этих перчаток нам нужно... Как раз тех, которых мы нашли. Ну, получается, если 500 пар, по 200 штук, это 3 коробки. 3 коробки, ну, то есть, это там по 400 рублей, грубо говоря, там 1300. Да, 1300 с чем-то. Соответственно, вот вы таким образом просчитываете. Здесь 900 пар. Ну, здесь 900 пар. 750 пар. Початки хирургические кольчужные. 12 пар. 222 пар. Ну, то есть, это все выйдет в небольшие деньги. 100 пар, 500 пар. Это все ерунда. 4 900, 9 вот эти уже побольше пошло. 5 600, 550. Ну, вот первая позиция, я так понимаю, что она самая большая. 16 тысяч, 23 тысячи. Значит, если не комус, то мы снова вводим сюда эту позицию. А, она не скопирована. Сейчас мы сделаем вот так. Так, 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 так. Так, вот перчатки латкосные смотровые диагностические. Вот это на этом сайте можно цены смотреть. Здесь нормально. Мы здесь закупались пару раз. Так, значит, страна-производитель Германии, страна-производитель Таиланды. Да, ну, допустим, 3,60 за пару. Перчатки латкосные, медицинские, смотровые, диагностические. У нас наверняка у них в ТЗшке есть характеристики, да. Так, нестерильное изделие изготовлено из натурального каучукового латкоса. Ретоизводитель для... Так, 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 так. Длина перчатки не менее 245 миллиметров. Так, толщина двух стенок, ладонь, палец, свободность, упаковка. На что-то длины я здесь не вижу. Длины не вижу. Так, у нас здесь размер M. Вот, а, вот, 240-245. Ну, нормально. Так, это изделие одноразовое используется размер S. Размер S тоже 240-245. Ну, допустим... А, это я открыл здесь 30 тысяч. 30 тысяч, это другая позиция. Так, здесь 23 тысячи 50. Ну, давайте посмотрим, если у нас мы возьмем, грубо говоря, там, тот же самый Таиланд. Да, и он нам будет стоить с вами 3.60. Так, 3.60 умножить на 23 тысячи 50 штук. Это получается 83 тысячи. Практически 83 тысячи. Да, то же самое, я так понимаю, у нас с вами и во второй позиции. Потому что во второй позиции у нас с вами те же самые E перчатки смотровые диагностические размера M. Да, плюс еще 30 тысяч 750. То есть, 3.60 умножить на 30 тысяч 750. Это еще 110 тысяч. То есть, 110 плюс 83 это 193. Ну, и, соответственно, пошли дальше так считать. Третья позиция здесь в частности смотровые диагностические размеры L. Просто размер меняется. То есть, вы можете все это приплюсовать. И вот таким образом вы считаете. Дальше, когда вы все эти позиции посчитали, вы понимаете, сколько у вас разницы примерно в себе стоимости. То есть, допустим, у вас получилось, что здесь 721 тысяча. У вас здесь, ну, по моим ощущениям, получится где-нибудь тысяч, наверное, на 500, ну, максимум, а то и 300-400. Да, вот этот тендер. Исходя из этого, вы уже рассчитываете рентабельность. То есть, вот этот тендер, в принципе, если все сейчас посчитать, он может быть потенциально прибыльным, потенциально интересным. Вот таким макаром. Мы дальше, какая последовательность действий. То есть, вы сделали первичный анализ, дальше делаете вторичный анализ. Если вот по вторичному анализу потенциально интересного, вы делаете анализ рентабельности. После анализа рентабельности вы запрашиваете, считая коммерческие предложения. То есть, если вот после этого всего мы сейчас перешли к анализу рентабельности, вы его сделали. Дальше, если все окей по анализу рентабельности и все проходит, вы уже звоните сюда и говорите, что вам нужно, какая вы организация и запрашиваете у них коммерческие предложения. Плюс, также здесь можно выбить какие-либо скидки. У них, видите, вон висит бумага А4, даже интересно. Светокопии, так, светокопии матка C500 листов. Интересно, интересно, какой они ценят. 230 рублей, видите, ну это дорого. Так, вы запрашиваете у этого сайта уже счет и коммерческое предложение и уже просто все это оформляете в том документе, который мы вам дадим. Так, ребятки, давайте, наверное, немножечко подрезюмирую этот урок. Значит, получается, первичный анализ сделали, определили, что потенциально интересно. Проваливаетесь и скачиваете техническую документацию. В технической документации находите конкретные технические показатели и начинаете искать это в интернете, чтобы найти хотя бы какие-то цены. Если вы нашли эти цены и вас, в принципе, это уже устраивает, то есть есть разница между НМЦК и себестоимостью товара, нужно делать анализ рентабельности. Если анализ рентабельности вас устраивает, вы можете поглубже поискать товар, то есть не просто, как я сейчас две ссылки нашел, а провалиться подальше, поискать, может быть, есть цены подешевле, и найти там, где подешевле сходится со всеми техническими характеристиками, там запросить счеты коммерческого предложения. После того, как вы получили счеты коммерческого предложения, вы делаете оформление тендера, которое мы уже вам дадим. Итак, это был вторичный анализ, на этом у меня все. Так, ребята, это видео, это анализ рентабельности. Это третий по счету анализ, который мы делаем. И это очень важный анализ, который должен вам объяснить, как выстраивается вся математика, из чего она складывается. И на основе этого анализа вы понимаете, стоит ли вам запрашивать счеты коммерческого предложения и тратить дальше свое время на проработку этой закупки и взаимодействие с различными датопоставщиками, продавцами и так далее. Итак, давайте перейдем к демонстрации экрана. Я просто хочу, чтобы наглядно вы это видели и вам наглядно было понятно, из чего складывается вообще анализ рентабельности. Итак, значит, смотрите, допускаем следующую ситуацию. Вы нашли тендер, тендер на поставку столов, да, столы. Допустим, там, ну, какой-нибудь один стол, тендер на миллион, условно, да, сейчас просто условно, чтобы вы понимали математику. Тендер на поставку одного стола, начальная максимальная цена контракта у нас миллион рублей. Пишем, значит, НМЦК, так, тире один миллион рублей. Отлично. Дальше вы посмотрели, сроки подготовки заявки к этому тендеру устраивают, да, ограничений особо никаких нету, срок исполнения контракта, там, грубо говоря, 30 дней. Все, окей, все хорошо, провалились техническое задание, да, проверили, что конкретно за стол, какие размеры, какой цвет, какая там высота, ширина, все дела. Начали искать производителя, там, поставщика. Все нашли, все хорошо. Хорошо, значит, себестоимость, себестоимость вашего стола, я напишу товара, вам обошлась в, ну, допустим, давайте, там, не знаю, 550 тысяч рублей, да, стол стоит 550 тысяч рублей. Так, вы такие, ага, разница большая, отлично, супер тендер, мне это подходит. Теперь нам нужно сделать с вами, значит, анализ рентабельности. С чего он складывается? Смотрите, для того, чтобы понять, насколько нам рентабелен с вами тендер, нам нужно рассчитать все расходы. Какие у нас с вами могут быть расходы? Значит, смотрите, стол у нас с вами стоит 550 тысяч рублей. Дальше вам нужно посчитать логистику, сколько будет стоить его доставить из точки А, где он находится, там, на производстве или в магазине еще где-то, до непосредственно вашего заказчика, да. Ну, допустим, у вас доставка будет стоить, ну, не знаю, давайте, 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. Дальше, что еще помимо доставки? Разгрузка, заносный этаж, возможно, он частями, сборка, да. Давайте напишем разгрузка, сборка. Разгрузка, сборка, это у нас еще, давайте, допустим, 20 тысяч рублей. Ну, стол большой, тяжелый, там, все дела. Имейте это в виду, ребят, если товар, там, допустим, если это перчатки медицинские, то доставка, да, разгрузка, в принципе, тоже может быть, если коробок много и занести. Сборка, нет. Ну, то есть, вам надо учитывать все расходы. Расходы нужно все считать. Значит, разгрузка, сборка, посчитали. Какие у нас, помимо этого, могут быть еще расходы? Расходы на банковскую гарантию. Расходы комиссии с победителя торгов. Да, это тоже расход. Комиссия с победителя торгов у нас, в принципе, не более 2 тысяч рублей, она всегда одинаковая. Значит, комиссия с победителя торгов у нас 2 тысячи рублей. Это стандарт, она со всех сейчас берется, электронные площадки, им надо как-то зарабатывать. Вот они берут комиссию с победителя торгов. Эти деньги у вас с подсчета списываются, с тех денег, которые блокируются на подачу заявки. Так, 2 тысячи рублей, комиссия с победителя торгов, 2 тысячи рублей это максимальная сумма для субъектов малопредпринимательства. Хотя бывает, кстати, списывают больше, но не будем углубляться в дебри, мы сейчас не об этом. Дальше, что у нас еще? Банковская гарантия. Банковская гарантия, да, мы не хотим морозить свои деньги на обеспечение исполнения контракта, мы покупаем банковскую гарантию. Берите среднюю цифру в 5 тысяч рублей. Возможно, она будет меньше, ну, возьмем в 5 тысяч рублей, у нас выходит с вами банковская гарантия. В принципе, наверное, сам товар есть, доставили, разгрузили, собрали, комиссию здесь все заплатили. Окей, вроде бы как посчитали расходы все. Давайте теперь смотрим, у нас всего расходов, так, расходы, давайте, сколько у нас получается всего. Вот, значит, считаем, у нас с вами получается, значит, 550 тысяч рублей, плюс 30-20, плюс 50 тысяч рублей, и плюс еще 7 тысяч рублей, получается 607 тысяч рублей у нас с вами расходы. 607, то есть, эти расходы мы в любом случае понесем, нам от них никуда не деться. Значит, дальше смотрите, НМЦК у нас с вами 1 миллион рублей, рентабельность, нам нужна с вами минимальная рентабельность или маржинальность, это слова-синонимы, они одинаковые. Нам нужна минимум 25%, то есть, минимум, вообще минимум. Рентабельность считается от суммы вложенных денег, то есть, чтобы исполнить данный тендер, мы должны вложить 607 тысяч рублей. То есть, минимально, чтобы мне этот тендер был интересен, у него должна быть рентабельность 25%. Ребят, минимально, да, не зацикливайтесь на этом, минимально, то есть, ниже вообще никак, но по-хорошему нужно больше. То есть, давайте посчитаем, 607, значит, давайте здесь считать, так, рентабельность, рентабельность-607 тысяч рублей плюс 25%, значит, сколько здесь будет? Нам нужно, чтобы минимум было 25, по-хорошему бы больше, 607 тысяч рублей плюс 25%, это получается 151,700. То есть, если учитывать, что мы ставим условие, что у нас рентабельность должна быть минимум 25% или 150 тысяч рублей, здесь 151,700. В принципе, мы проходим, да, 151,700 рублей, так, рублей, и это у нас получается, значит, 607 тысяч рублей плюс, так, стоп, 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 607, сейчас, 607 тысяч рублей плюс 151,700 равняется 758,700. То есть, это получается у нас сумма, до которой мы потенциально можем падать на данном электронном аукционе, но это минимальная цифра маржинальности, так как у нас НМЦК 1 миллион, а нам еще с вами платить налоги, то по-хорошему это получается, цифра нас не устраивает. Да, то есть, если мы сейчас с вами возьмем и оттолкнемся от этой цифры, будем до нее опускаться в этом тендере, и, допустим, мы заберем за 760 тысяч рублей, да, допустим, если мы, допустим, выиграли за, ну давайте, 770 тысяч рублей данный тендер, нам с этой суммы еще придется заплатить налоги, так как у нас налоги доходы минус расходы 5%, да, что получается? Мы, значит, давайте считать налоги, налоги, так, у нас 770, 770 минус, минус 607, которые мы потратили, официальные наши расходы, да, у нас с вами получится цифра, давайте считать, 770 тысяч рублей минус 607 тысяч рублей, получается 163, 163 тысячи рублей, это у нас получается прибыль, то есть, мы из доходов вычли расходы 163 тысячи прибыль, 163 тысячи у нас получается, мы должны от них заплатить 5%, минус 5% это, так, минус 5%, минус 5%, это у нас получается 8150 рублей, да, это у нас получается, какая сумма, остается 154,850, То есть, в принципе, при раскладе, что мы выиграем за 770 тысяч рублей, нас устроит, да, то есть, от вложений 607 тысяч рублей мы заработаем 154 тысячи рублей, ребят, но это минимум, то есть, по-хорошему, на этот аукцион стоит заходить и не снижаться до, ну, я бы не снижался, например, до, ну, точно до, наверное, 850 тысяч рублей, почему? Потому что 150, ну, как бы, да, здорово, но не так-то уж это и прикольно, да, то есть, если бы здесь было хотя бы 200, то это уже другой разговор, уже хотя бы как-то что-то загорается внутри, Ну, то есть, тендеры, в которых ты смотришь и думаешь, блин, вложить 600, достать 150, ну, как бы, ну, да, но, опять же, да, давайте считать, ваши из этих 154 20%, да, 154,850, 154,850, минус 20%, это получается 31 тысяча, ну, то есть, в принципе, как бы для вас, я думаю, нормально устроило бы, если, да, но если было бы 200 тысяч, то было бы уже, наверное, больше, и это вам понравилось бы больше. Ну, то есть, да, поймите, что 25% рентабельность, так, давайте, вот я вот здесь прямо напишу, наверное, рентабельность минимум 25% или 150 тысяч рублей. То есть, тендеры, которые приносят менее 150 тысяч рублей, неинтересны, в принципе, вообще, да, но в этом тендере можно, в принципе, получить больше, чем 150 тысяч рублей. То есть, вы для себя понимаете, что минимальная планка, до которой вы готовы опуститься в этом тендере, это 700, там, 700, сколько, 65 тысяч рублей, чтобы при учете налогов у нас получилась минимальная планка. Но вы, например, в оформлении тендера пишете, что минимальная планка для рентабельности 25% 765 тысяч рублей, но опуститься можно до 850, тогда будет прибыль такая-то, да. То есть, еще раз повторяю, что 25% это минималка. Итак, значит, анализ рентабельности, резюмирую все то, о чем я сейчас сказал. Как он формируется? У вас есть в НМЦК 1 миллион рублей, да, вам нужно посчитать всю полную вашу стоимость расходов, стоимость товара, стоимость логистики, стоимость разгрузки, сборки, комиссия победителя торгов, банковская гарантия. Дальше, к этим расходам вы прибавляете минимум 25%, а то и 30%, а то и 40%, а то и 50%, да, то есть, я бы вам советовал вообще, если минимальная планка 25%, поставьте себе планку 35% и прибавляйте, ищите рентабельность 35%, тем лучше будет и для вас, и для меня. Да, тогда вы точно найдете планку 25%, а то и больше. Вот я бы делал так, да, я бы себе не ставил 25%, потому что это минимум, я бы взял 35% и уже считал бы минимум как 35%. Прибавляете 25% минимальных, смотрите сколько у вас получается, прибавляете эту сумму к расходам и у вас получается минимальная планка опускания до электронного аукциона. То есть, если бы НМЦК этого тендера было 758 тысяч или 770 тысяч рублей, он бы в принципе был неинтересен, потому что зазор для опускания, зазора нет. Да, то есть, если вы находите 25%, если вы берете расходы, прибавляете к ним 25% и у вас получается цифра НМЦК, это неинтересный тендер. Неинтересный тендер, да, вот это «услышьте меня», то есть, у вас должен быть еще обязательно зазор для того, чтобы опускаться. Да, да, то есть, расходы плюс 25% не должно быть НМЦК, должна быть еще какая-то свобода для того, чтобы у вас была возможность опуститься на электронном аукционе. Имейте это, пожалуйста, в виду. И эта возможность должна быть не 5, не 10, ну как бы, да, несерьезно это, должна быть какая-то возможность опуститься. Вот это у нас анализ рентабельности. Надеюсь, всем будет это понятно. У меня на этом все. Так, в этом уроке мы разберем такую тему, как анализ конкуренции. Для чего, зачем, почему и как его делать. Итак, анализ конкуренции, на мой взгляд, это одна из самых важных вещей в участии в госзаказе. Точнее, тех вещей, которые вы должны проделывать для получения того результата, который хотите получить. Анализ конкуренции позволяет вам понять, какая из ниш как наполнена конкурентами, в каком из регионов, где их больше, насколько они снижаются, какие цены они предлагают, чем они лучше, чем вы, что вы можете им противопоставить. То есть, без выполнения этой работы вы как котенок вслепую идете в какую-то нишу и пытаетесь там заработать денег, когда есть уже те ребята, которые там работают. Поэтому анализ конкуренции делать обязательно нужно. И мне кажется, что объяснять, чего он, в данный момент уже становится глупо, и вы сами должны это понимать. Теперь давайте разберемся, как же он делается. И, наверное, для начала в теории, потом в практике. Самое простое, элементарное, как сделать анализ конкуренции, это, во-первых, определиться, где вы его хотите делать. То есть, какой это регион, какая это конкретная ниша, какой это уровень НМЦК. То есть, даже в одном и том же регионе, в одной и той же нише, на разных уровнях НМЦК будут разные количества конкурентов. То есть, до 100 тысяч, до 500, до миллиона, до трех, до пяти, до десяти. То есть, вы определяете себе, какие уровни НМЦК от до вас интересуют, и на этом уровне вы ищете завершенные тендеры во всех этих критериях и смотрите, кто в них участвовал, насколько снижался. То есть, в принципе, звучит довольно просто. Как мы это сможем сделать? Давайте мы перейдем к демонстрации экрана. Вы это можете сделать как в единой информационной системе. То есть, проходим в закупки, задаем все те же параметры, которые вас интересуют, подача заявок. Только здесь ставите «Закупки завершены», «Электронный аукцион», «Запрос котировок». Ну, вы можете поставить какую-нибудь НМЦК, да, и поставить вот здесь, например, «Написать теперь столы». Во-первых, давайте поставим вот здесь вот «Применить». Нажимаем «Применить». И вот здесь мы пишем «Сталы». Искать точно как в запросе «Сталы», либо если вы не ставите эту галочку, то у вас будет искать с разным окончанием слов. Итак, у нас нашло более 10 тысяч записей. Я здесь не ограничивался по региону. Можете ограничиться по региону и посмотреть, сколько было участников здесь. Итак, проваливаемся в закупку. И мы здесь смотрим результат определения поставщика. И нам здесь нужен протокол рассмотрения заявки единственного участника. Здесь был единственный участник. Вот вы видите, да, что здесь никого не было. Общество с ограниченной ответственностью «Ариана» выиграло за 804 тысячи рублей по максималке. И вот таким образом вы анализируете, то есть вы выбираете. Только выбирайте регион, ребят. Выбирайте регион обязательно. Это важно. Потому что если вы будете везде по всей России, то так вы можете только оценить объем рынка. Да, только объем рынка, не конкуренцию. Выбираете несколько тендеров. Если вы выбираете какой-то регион, то если их там мало, то обязательно посмотрите все. Если их очень много, то берете хотя бы половину и выводите среднестатистическое количество. Также вы можете это делать, например, в закупке «Контур». Здесь есть аналитика. Можете проверять ваших конкурентов. Здесь вы можете делать то же самое. Поиск, расширенный поиск, выбираете «Завершенные», выбираете 44-й федеральный закон, выбираете, ну, допустим, давайте выберем регион поставки «Москва». Допустим, давайте «Москва» и «Столы». «Столы». И нажимаем «Найти». Завершенный по Москве у нас 10700. И вот мы смотрим. Поставка офисной мебели 709 тысяч. Значит, он еще, я так понимаю, не завершен. Потому что подойдет заявок 23.01. Так. Так, 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 так. Столы. Столы. Давайте напишем письменные. Закупок должно быть сейчас меньше. Да, 3000. Поставка офисной мебели, вешалка напольная. Ну, здесь, видите, в совокупности много разных тендеров. То есть, проделываете то же самое, где закупка придана несостоявшаяся, там либо не было участников вообще, либо он один и забрал по максималке. Таким образом анализируете. Есть еще тендер-план. В тендер-плане все куда проще. Вы делаете анализ выборки. Ключевые слова, например, «Столы». Да, 44-й ФСЗ, можно включить экспертный режим. Столы, 44-й ФСЗ, МНЦК, неважно. Где у нас тут регион, Москва. Регион, Москва. И нажимаете «Анализировать». И вам выдает всю… Так, стоп. У нас не было стадии заказа размещения завершена. И вам выдает, смотрите, какую информацию. Да, сколько было всего тендеров, постоянных поставщиков, среднее падение цены, среднее количество участников, 33 закупки у СМП, требует обеспечения, 20 контрактов без снижения цены, проценты пусков, сколько участников. Видите? 2,3% конфликтных торгов, 491 контракт. То есть у вас здесь вся цифра и вся аналитика вот такая удобная. Это очень круто. На мой взгляд, это абсолютно прекрасно. И в этом плане тендер-планом пользоваться для аналитики очень удобно. Итак, ребят, анализ конкуренции, делайте его. Это очень важно. И на основе его принимайте решение, в какой нише участвовать, в каком НМЦК участвовать, в каком регионе участвовать, а где нет. У меня на этом все. Привет! Это наш 25-й урок. И сегодня мы будем разбирать поставщиков. Как их искать? Где их искать? На чем делать акцент при их поиске? Как с ними общаться? И как возможно их прогибать на себя? Что с ними можно делать? Погнали! Итак, ребята, смотрите. Поиск поставщиков. Не буду много лить воды. Буду говорить конкретно. Итак, есть 9 разных пунктов, где мы можем искать поставщиков. Погнали по пунктам. Первое. Это родные, друзья, товарищи, знакомые. Как я и говорил в одном из уроков, это техника низкометящей фрукты. То есть вы можете искать поставщиков среди ваших знакомых, друзей, родных, близких, товарищей и так далее. Кто-то где-то занимается, кто-то что-то делает, кто-то оказывает какие-то услуги, кто-то может быть работы, кто-то товар какой-то возит. В общем, вы можете с ними общаться, находить из них лучших поставщиков, получать лучшие цены. И это первый пункт. Второй пункт – это наш общий чат. То есть наш общий чат-реприниматель, в который вы все получили доступ. Вы можете искать поставщиков там. То есть вы можете отправлять запрос и спрашивать. Ребята, всем привет, нужен вот такой поставщик. Есть ли какие-то возможности, выходы? Может быть кто-то знает, может быть кто-то с кем-то работал, может быть кто-то из вас что-то это делает. Дайте, пожалуйста, информацию. И вы получите ответ. Это второй пункт. Это такие простые и очевидные моменты, но которые вы должны знать и обязательно должны ими пользоваться. Есть у нас дальше третий пункт. Третий пункт – это интернет. Ну, то есть, в общем, интернет – это поисковики. Это наш основной вообще способ поиска поставщика. Это Яндекс, это Гугл. Вы заходите и начинаете с помощью поисковых запросов искать поставщиков. Например, обои. Помните, мы разбирались с обои. Вы начинаете ввести. Купите обои. Купите обои оптом. Может быть у вас там флизелиновые обои. Может быть самоклеящиеся обои. Самоклеящиеся обои оптом. Самоклеящиеся обои купить. Оптом в Москве. Оптом купить в Москве. То есть, вы разными поисковыми запросами ищите. Находите сайты. И не просто находите и прошлись по сайтам и посмотрели цены. Вы должны посмотреть и прозвонить. Уточнить, есть ли в наличии, производится ли, актуальна ли цена. Возможно ли скидка за опт. Возможно ли отсрочка платежа. Сразу в лоб лупите все эти вопросы. И обязательно это делайте. Обязательно. То есть, вы нашли, пролистали несколько сайтов. Посмотрели какие цены. Прозвонили, уточнили, нашли поставщика. Яндекс.Маркет. Яндекс.Маркет это очень удобная штука. Потому что там есть критерии. То есть, там с правой стороны есть столбец. То есть, это критерии поиска. Вы по ним можете забивать какие-то конкретные характеристики. И находить подходящую модель. То есть, заказчики часто в техническом задании не пишут, какая им модель той или иной техники. Или чего-то там, куда товара. Нужна. Там они пишут характеристики. Вы эти характеристики вбиваете на Яндекс.Маркете. Он вам находит подходящие товары по этим характеристикам. Вы их сортируете по цене. И находите нужную вам модель. Уже практически одну из самых дешевых. Если мы говорим о технике. То технику любую. Бытовую, электронную. Там компьютеры. В общем, всю электронную технику вы можете искать на Яндекс.Маркете. Это очень удобно. Также на Яндексе вы можете пользоваться поиском по картинкам. Иногда заказчик прикрепляет не модель, а картинку. То есть, он не пишет, какая модель, но прикрепляет картинку. Вы копируете себе картинку. Заходите в Яндекс.Картинки. И там есть такой значок, где фотография и лупа. Вы на нее нажимаете. Загружаете картинку. Он находит вам сайты, на которых есть эта картинка. Соответственно, вы их открываете, смотрите, что это за модель. Либо дальше осуществляете поиск по модели через третий пункт в интернете. Либо прозваниваете, сразу уточняете, подскажите там цены, опыта, срочка и так далее и тому подобное. Это у нас был четвертый пункт. Пятый пункт. Это сайты мелких производителей, мелких предпринимателей. Такие сайты, как tio.ru, такие сайты, как флагма, бизнес-акула, авито, юла. Их много, этих разных сайтов. На них можно всегда найти хорошие цены. Точно вам могу сказать, что цены можно найти хорошие всегда. Но на них будьте осторожны, будьте аккуратны. Потому что очень много тех, кто кидает, бросает на деньги, не выполняет свои обязательства, недобросовестные мошенники. Очень много на таких сайтах таких людей. Поэтому будьте осторожны, будьте с этим аккуратны. Не переводите никогда деньги заранее. Желательно через договор, через расчетный счет. И когда уже, например, увидели, посмотрели, потрогали товар, получили его, оплатили. То есть, вот этот вопрос решайте. Обязательно документы, обязательно счет, обязательно безнал, обязательно договор. Это все обязательно. Еще раз, tio, флагма, бизнес-акула, авито, юла. Но будьте осторожны. Крупные сетевые ретели. Я уже много раз, и много где рассказывал эти истории про Leroy Merlin, про Косторану, про Опи, про Хофф. Иногда даже про Икею. То есть, в этих местах можно иногда купить очень дешево, что-то подходящее в сравнении с рынком. Что-то очень дешево, да, по акциям у них разно проводятся различные акции. Да и просто там бывают цены. Очень много тендеров нами было исполнено при закупке товара из Leroy Merlin. Очень-очень много. Я даже там, у меня пальцев рук сейчас не хватит. Поэтому можете также это использовать. Дальше. Оптовые рынки. Ребята, оптовые рынки, это те рынки, которые еще живут, да, из 90-х. Они живут еще. Такие рынки есть, например, как в Москве, там, рынок Садовод. Раньше это был Черкизон, там, у Ледужники. Это как Горбушка, это рынок радиоэлектроники в Москве. И таких рынков на каждой товарной очень много. Есть свои, там, птичьи рынки. Есть, там, цветочные рынки. Рынки стройматериалов. Рынки, там, ну, одежды, понятно. И вот практически на каждую ришу есть такие рынки, да, в основном это в крупных городах. Также можете этим пользоваться. Там всегда можно найти хорошие цены. Но там, опять же, да, на таких рынках люди продают большой наценку. То есть они покупают еще дешевле. И если вы найдете, где они покупают еще дешевле, я расскажу дальше, как правило, где они покупают еще дешевле. Но, в общем, рынками можно пользоваться. Как минимум, в Москве есть рынок Садовод, и там можно купить какое-нибудь говнишко по хорошей цене. Вот понятно, что по качеству там не очень. Итак, следующий пункт, это то, где они закупаются. Это Китай, это Alibaba, это AliExpress. И много таких сайтов есть, вот, где на Китае можно купить, заказать товар. Либо какие-то производители, либо какие-то компании, которые что-то везут и таскают из Китая. Вот с ними можно работать, с ними можно привозить товар очень дешево. К примеру, мы в этом году, у нас был тендер на наушники беспроводные для инвалидов. Тендер был на 800 тысяч рублей, мы выиграли его за 600 тысяч рублей, привезли наушники из Китая за 200 тысяч рублей. И это кейс, который я часто рассказываю. То есть, можно много чего таскать из Китая, но важно, где это будет произведено. То есть, на качественном заводе или на некачественном заводе. Как быстро это будет доставлено, кто будет заниматься доставкой и не протянут ли вам сроки. То есть, здесь тоже будьте аккуратнее. Аккуратно, но китайский рынок нельзя не брать в расчет. Ну и последний, девятый пункт, это крупные производители. Это производство, заводы, предприятия, крупные и большие игроки рынка, которые не участвуют в госзаказе. Да, так и есть. Да, вы с ними можете наладить контакты. Да, вы с ними можете заключить договора дистрибьюторства и нормально вместе, полноценно взаимодействовать. И это очень крутая тема. Подумайте над этим. Поищите большие производства в нашей стране. Поищите производителей, крупных предпринимателей. Съездите, пообщайтесь, встретитесь и, возможно, предложите им условия. Я вас уверяю, таких людей очень много. Это ребята еще, то есть, крупные. Те, кто там с 90-х годов, да, сначала 2000-х, они не знают, что такое тендеры. Они не доверяют государству. Они работают вот на частном секторе. И вот с ними можно работать. Итак, друзья мои, вот эти 9 пунктов, где мы можем искать поставщиков. Но не забывайте, что когда вы общаетесь с поставщиком, старайтесь всегда его... Ну, то есть, не стесняйтесь, да. Я знаю, что многие стесняются, спрашивают скидки. Не спрашивают скидки за опт. То есть, просто скидку. То есть, например, я вам точно могу сказать, что многие, типа, готовы дать скидку, но так как ее не спрашивают, они не дают. То есть, никогда вы такой, а скидку можно? Ну, а можно, типа, а почему нет? Ну, да, давайте так сделаем. 5-10%, 15% сделаем. И вы получаете эту скидку. Не стесняйтесь это спрашивать. Если вы покупаете не одну, а не только обязательно скидку за опт, также обязательно спрашивайте про срочку платежа. Да, ее дают не всегда, не все и не сразу, но ее дают. Обсрочку платежа можно получить. Главное ее спросить, да. Также вы можете ее обосновать, например, если у вас уже есть выигранный тендер. Вы можете обосновать, что вот у нас есть тендер, контракт, подконтракт, давайте мы возьмем товар, и вот нам оплатят деньги, мы вам его поставим. То есть, как вариант. Разговаривайте, спрашивайте, делайте это обязательно. А мы с вами увидимся в следующем видео. Привет! Это урок номер 26. И сегодня такая очень важная тема, тема, которая интересует многих при анализе закупки, при подборе поставщика. Как ты уже, наверное, знаешь, что анализ закупки и подбор поставщика – это не быстро. Это всегда занимает какое-то время. И когда тендер большой, когда в нем много позиций, это порой бывает очень долго. Кто-то может сутки, двое или неделю вообще просчитывать один тендер. И в конце понять, что, блин, это тут вообще не маржинально. Так вот, я хочу тебе рассказать, как тебе понять, стоит ли тратить время на этот тендер, или не стоит на него тратить время вообще. То есть, смотри, ты сделал первичный анализ и понял, что тендер тебе потенциально интересен. Ты начал делать вторичный анализ, ты нашел ДЗ, начал искать поставщика. Вроде бы нашел нескольких поставщиков, начал просчитывать. Но позиций много, и ты понимаешь, что это займет у тебя какое-то время. Ты выбираешь самую крупную, самую большую позицию, которая есть, и считаешь ее. Если при первом касании ты уже при этой позиции понимаешь, что, ну, блин, получается очень весомо, и разбег цены от себестоимости и на МЦК получается очень маленький, да, например, у тебя тендер всего на миллион, там пять позиций, ты, например, просчитал первые две, и у тебя получилось уже на 700 тысяч, да, а там еще три позиции, и ты понимаешь, что ее не могут стоить пять рублей. Соответственно, там будет где-то близко к миллионам, да, не трать на это время. Если там, например, одна позиция, и при первом касании закупка с поставщиками ты понимаешь, что, опять же, разбег небольшой, не трать на это время. Если ты понимаешь сразу при первом касании, что вот уже при тех ценах, когда ты только забил, там, например, купить обои, да, и тебе выдала те цены, да, на те обои, которые тебе нужны, и уже при первом взгляде ты понимаешь, да, разброс есть, ты можешь углубляться дальше и пробивать, и искать еще дешевле. В таком случае стоит тратить время на эту закупку, да. Да, давай зарезюмируем еще раз. Первое касание с какими-либо позициями, если их много, то с самыми крупными. Если она одна, то с ней и есть. Если при первом касании ты понимаешь, что уже это интересно, что уже даже при таком раскладе было бы хорошо поучаствовать, то трать время на эту закупку до конца, просчитывая ее до конца. Вероятность того, что она окажется прибыльной, маржинальной и тесной, ну, процентов 90. Если же при первом касании ты понимаешь, что, блин, ну, что-то здесь как-то непонятно, не тратить время на эту закупку, тем более прямо сейчас есть очень много других маржинальных интересных тендеров. Смотри их. На этом у меня все, и мы увидимся с тобой в следующем уроке. Привет! Это урок номер 35, и сейчас я расскажу тебе о том, как стоит вести себя с заказчиком до и после тендера. Итак, поехали. Смотрите, друзья, я часто вижу такую ситуацию. Когда приходят новички в госзаказ, когда они начинают искать тендер, анализировать его, просчитывать его, смотреть техническое задание, у них возникает, ну, соответственно, где-то несоответствие, да, и они понимают, что, вот, как бы, было бы круто, если бы вот здесь техническое задание было бы вот немножечко изменено. Они берут телефон, начинают звонить заказчику, говорить, здравствуйте, подскажите нам, пожалуйста, а если вот мы выиграем у вас тендер, вот мы сейчас хотим поучаствовать, а сможем ли мы с вами договориться, чтобы вот в этом тендере были вот такие вот изменения, да, чтобы мы вот там потом вот так поставили или вот так вот сделали, на что заказчику говорит, вы же, что с ума сошли? Нет, конечно, у нас вот только вот так и все, мы все написали в техническом задании, что вы хотите, да, и не звоните нам за глупыми вопросами. Ну, вот, как бы, ребята понимают, что, э, там тендер под своих делом. И, в общем-то, не участвовать в нем, хотя, может быть, заказчик-то был бы и готов с ними договориться, но не вот при такой картине. Итак, ребята, смотрите, есть очень важная штука. Есть 44-й федеральный закон, и в нем есть 46-я статья, которая гласит о том, что заказчик не имеет права, там, типа, контактировать с участниками закупки до определения победителя. То есть заказчик вообще может не разговаривать с вами по телефону, да, и там только отвечать запросам на разъяснение. Все. Но при этом процентов 60 заказчиков адекватные, нормальные ребята, и они могут взять телефон, и по телефону вам объяснить, и даже сказать, что, типа, нам не сильно принципиально вот эта техническая характеристика. То есть надо спрашивать не мы хотим поучаствовать, а если мы выиграем, просто здравствуйте, у вас вот выложен такой-то тендер. Подскажите, пожалуйста, мы сейчас изучаем техническое задание, с кем можно пообщаться по этому вопросу, типа, кто выкладывал, кто ответственный за техническое задание. Если заказчик адекватный, вас соединяет с тем, кому нужен этот товар. Кому нужен этот товар, человек, как правило, не сильно, да, в закупках там сильно соображает, и он вам уже выпалит, типа, что ему важно из этого товара, что не важно, где он там будет строго относиться, где пойдет на уступки. То есть такое встречается, такое есть, и это нормально. Просто главное важно, главное правильно задавать вопрос. Это первое. Второе. После того, как выиграли тендер, да, вы, и вы, например, да, все написали в заявках технического задания, вас признали соответствующими, вы сильно снизились по цене, но вы умеет держали, чтобы хорошо бы было с заказчиком договориться, чтобы мы вот здесь там что-то подкрутили, немножечко поменяли в ТЗ, нам бы это было выгоднее, мы бы заработали больше денег. Здесь вы должны понимать, что вы находитесь в позиции проигрышной, то есть вы находитесь на позиции, когда вы должны просить у заказчика, который сверху, чтобы он пошел вам на уступки, да, то есть когда вы приходите, то есть заказчик все сделал правильно, они вывозили закупку, вы на общем условиях ее выиграли, и тут вдруг вам как бы требуется от заказчика, чтобы он пошел вам на уступки, да, чтобы он пошел в вашу сторону. Вы должны понимать, что это тоже как бы, да, ну, с чего бы вдруг заказчику просто так пойти вам на уступки. Здесь вы должны думать о том, что вы можете ему предложить, как вы можете ему это сказать, и как сделать так, чтобы заказчику стало интересно идти вам на уступки. Соответственно, здесь вы должны понимать, что опять же такие вопросы по телефону не решаются. Вы должны ехать в организацию, если вы понимаете, что товар ваш не соответствует, да, и что вам нужно, чтобы его приняли, вы должны ехать в организацию, вы должны искать там лицо, принимающее решение, и лично уже с ним решать вопрос. Вот, ребята, на этом этот урок я заканчиваю. В следующем уроке я расскажу вам, какие есть способы, как можно прогнуть заказчика, как можно пробить вот эту вот стену, чтобы он пошел вам на уступки. Продолжение следует...